ну вот и не fps моей мечты на хай с ультра текстурами при кодировании видео одновременно 80 90 fps ну и там за 100 если вот слизи нет 110 115 чем была проблема сейчас расскажу как народ придет всем расскажу это конечно шок 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 сейчас приду а вот и вернулся сейчас мы напишем маленькое объявление маленькая 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 типа с матч ту рук против братка и победитель против абвера абвера начнутся примерно в 2130 по москве вот о какая штука тут большая щек 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 да проблема конечно ее без пол-литра не решить никак сока естественно вообще никак то есть все те моменты которые куда делал ноут от леново да дэдспейс будет кстати дэдспейс сегодня будет ночью надо поднять новость еще дэдспейс 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 надо обязательно поднять 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 где вообще дэдспейс дэдспейс вот дубль два вот И поднять, значит, четвертое и пятое число. Добрый вечер, Ащероски. Мне здорово, Лис. Да, теперь можно и побобрить. С таким-то количеством фпс. Ну, 100 вначале на хай. Вообще так радует. Да, естественно, он просядет. Просядет до 60, я думаю, в масс-лимитах. Вот. Там MC стримит, гаусмотреть. Идите. Я не очень хочу. Я лучше бобрину. Бобрину разок. Почему ты сегодня сделал не Крокскис, Майкер? Зачем я же не в Рокскис? Я же не в Рокскис. Лол. Так. Играем против Зиры. Это чувак очень сильный, очень сильный. Его невозможно выиграть просто так. Если вы думаете, что у вас получится. Абсолютно правый. Любой может его выиграть. Блин, так приятно. 90 фпс. Хай настройки. Вот это вот то, что я ждал от ноута. Не хватает минералов. Ультратекстуры. Все ок. Не хватает минералов. На Металлополисе. Во-первых, мы чекаем. Близкого овера. Близкого овера нет. Значит, он скорее всего на дальних респах. Вот, мы к нему заходим. Да, он здесь. Да, есть же. Заходим, видим Ничис. Блин, вообще так его можно сейчас покарать. Ставим тринадцатый. Тринадцатую, тринадцатую. Он выходит, типа, на хату. Мы ставим пилон. Бабах. Так, раз, сразу. И пилончик ему. С вертухана. Он выводит рабов. Типа, что такое? Что такое? Как быть? А эти постои вот здесь вот. Он заводит рабов. Делает все верно. Верно? Да не совсем. Оп. Алле-е-е-е. Блин. Ладно, вот так вот сделаем. Но не все так хорошо, как вы поняли. Ведь он мне тут пилит. Беззастенчиво. Просто беззастенчиво. Ну как так можно? Надо проверять его, конечно же. Сменяем патонную пушку. Уже пул есть. Да ладно. Вот это прикол. И я тут еще отдал раба. Почему бы это, друзья? Почему бы это? Ага, он сразу ко мне побежал. Но ничего по себе. Победитель гейт ставит сначала. И рабочих пока приштамповать. Получается так. Так как я могу пройти? И здесь я могу пройти, и там я могу пройти, да? То есть надо стоять вот здесь вот на халде. Ну я понял тебя. Он ставит там нычку. Подлец. Подлец. Пробует забежать. Ой. Так, минус нуля. Одну собачку ставим еще. Отменяем это. Ставим сразу кибернеточку. Ой, какая у нас четкая застроечка. Сразу газилочку не там, не в том месте. Но учитывая то, что я сразу две скорее всего поставлю. Что все ок. А, и надо пилон. Сейчас мне же пилон сожжут слева. Беда. Ну вот этот вот пилон. Кстати, он хорошо там стоит. Так, основательно. Ну делаем рабов. Делаем, 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 делаем. Добавляем, наверное. Не, вообще надо проехать, просмотреть третью нычку у него. Вот он пришел. Вот он пришел. С собачками своими. Доделался кибернеточка. Он грызет меня, грызет. Добавляю здесь пилон, потому что скоро 26 снова станет мне лимитом. А, нет. Этот же Нексус делался. Точно. Поэтому все ок. Делаем, грейд на гейты. Чекаю у него третью нычку. Сначала здесь, потом здесь. На золото еще надо сходить, если... Ну, скорее всего, здесь будет нычка скоро поставлена. Да ведь? Да я знаю, что поставлена будет. Что ты мне рассказываешь. Так. И-и-и-и-и-и. Точка сбора на экспанд. Конечно же. Тройку рабов отсюда. Золота нет. Значит, третью базу у него ждем. Хммм. Ну ладно, добавим... Ой-ой-ой, меня спалили. Все равно, ладно. Проверяем третью. Пытаемся заехать на мейн. Маловероятно, конечно. Сделаем здесь пилончик. Пусть грызет. Ёс. Ладно, отменяем. Заказываем гейт. Пилон. Рабочие-рабочие. Бусты. Третий газ. Ничего я не увидел там у него. Ну, играем, как обычно, наши халявные два старгейта. И нас пробривают. Отменяем один старгейт. Добавляем раз. Добавляем два. Отменяем рабов. Нет, все плохо. Мы сбривают. Просто сбривают. Потому что я не чекнул роучей. Просто-напросто. Ах! И пилона здесь нет. Так, делаем быстро грелочку. По фасту. Очень быстро. Да, друзья, и сталкер не успел выйти, а? Как так можно? Не хватает ни инералов. Сейчас он наверху не зайдет. Отменяем. Рабочих штампуем. Вот как так можно? Ну, опять он. Уходим. Отфокусим роучей. А здесь вторая потомка не построилась. Но зато наверху сталкер готов. Не хватает ни инералов. Ну фиг знает. В такой ситуации терпеть. Издевательство. Не хватает ни инералов. Не знаю, не знаю. Ну да, отковырялись. Но пока... Не уверен я. Не хватает ни инералов. А, нет. Короче. Надо было... Ой. Так, это вторая группа. Это первая. Вторая группа у нас здорово еще убивает. Первую мы бустим. Таисматическое ядро активировано. Не хватает ни инералов. Сделал это варпаем. Не хватает ни инералов. Ну справились с чем? Ну сколько мы потратили рабов? Как у нас рабочих на мэне? Фиговенько. Не хватает ни инералов. А он может штамповать и штамповать. А, нужно часовых на варпать. Учитывая наш газ. Два. И три. Вот. Вообще нужно потомочку здесь еще поставить. Конечно же, но... Тогда я не смогу... Не, надо терпеть просто. Терпеть, делать бусты. И еще ставить... Делать сентрей. И терпеть сентрями с грелками, раскачивая все минералы на... Так, ну вот одну потомочку-то можно поставить? Да можно, да нужно, Михаил. Да и застрой зато уже здесь, наконец. Гейт поставь. Один. Лишника не будет. Не будет. Правильно. Прав, прав. Недостаточной энергии. Еще бы ты разведку делал грамотную, чтобы никто к тебе не пробегал таким вот образом. Ладно, поехали. Чекать базу у подлеца. Надо заказывать... Добывать еще газ. Надо все бусты выкидывать в... Ага, вот он заходит. Ставим рабочих на холду. Нифига, не поставилось. Ну, ничего страшного. Здесь добавляем еще один старгейт. Начинаем добывать. Ну, явно, что он собирается уже... Что он с третьей базы сидит, рабочих строит. То есть я угадал со стратегией. Ой, гидры уже. Ну, ядрен батон. Ты чего? Ладно, две гидры не страшно. Две гидры. Тоже, можно потерпеть. Ну, разогретая же гидра. Ой, грелка. Можно же изобреть. Вот. Три гидры. Хорошо. Дальше. Роботик. Спилон, пилон. Четвертый газ. Грелочками чекаем нычки. Ищем оверлордов. Открываем гидры. Заказываем грейд плюс один. И выходим потихонечку в колоссов. Насколько это возможно? Конечно же. Никого не находим здесь. Ну, е-мое. Вот как же быть в такой ситуации, а? Как быть? Вроде все плохо. Нарезает мне еще одного раба. Надо, наверное, использовать... Да, выходить вот так вот. Делать при этом вот так вот. Делать при этом еще вот так вот, на крайней мере. Видели оверлорда? Хорошо. Видели второго. Этого убили, увели. Здесь зилот, зилот, зилот. Даже второй роботикс хочется заказать в такой ситуации. Ну, потому что... Да, потому что уже опасно. Ставить надо третью нычку. Ну, что там, гидра. Здесь делаем пилончик. Здесь делаем еще пару пилончиков. Прогоняем оверлордов, если это возможно. Это вот так вот. Это вот так вот. Это вот. Первый колосс. Грейд на рейндж. Все под густом. Открываем гейты. Рабочих сразу же сюда. Один пилон тут. Ага, вот здесь снимаем пса. Можно было, кстати, сделать фейковый выход. Но я что-то стремно. Такие фейки кидать. Потому что реально могут забрить. Здесь делаем стеночку из гейтов. Ладно. Что за лол? Проверяем у него четвертую базу. Выходит первый колосс. Палить пока не будем. Его, такого красивого. Во, у нас тут еще одна нычка. Мы ее как раз вовремя накажем. Здесь ставим фатоночку. И строим, строим, строим рабов. Отменили. Хорошо. Только надо было еще поднять и убить раба. Совсем было бы хорошо. Ой, идет, идет. Ой, идет, идет. Ага, он идет на меня. Так, он внутри тянычка уйдет. Все, теперь собираемся, пацаны. Как собраться-то? Ёбстуды. На наши зомби напали. Ой, колосс, колосс, колосс. Мисклик. И минус колосс просто. Все. Почему? Потому что скролл, блин, медленный у меня. Медленный скролл. Ну, и его много как бы еще. К тому же. И я был не собран. Блин, почти удалось, а? Ну, что ж такое, а? Михаил, Михаил. Почти же, почти же. Все же понятно было. Все, да не все. Ну, экономика у него значительно лучше. Ой, надо поставить. Игра. Главное, что... С FPS-ами все нормально. Это всего лишь тест для того, чтобы... У нас не было больше. Во-о-о-о-о-о-о. Г-г. Немного гидрый. Ну, правильно все. Два роботикса сделал. Правильно сделал, что не ушел в... 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 Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как фпс увеличили? Да, хороший вопрос Расскажу Проблема с компом была Судя по всему Из-за пропускной способности шины Не знаю, какой-то системный Смысл заключается Ну или в кривости дров Еще вариант такой Короче, есть у меня микрофон Называется Blue Yeti Pro Это типа хороший микрофон Конденсаторный Умеет работать Короче, высокая частота у него Может работать в цифровом режиме Может работать в аналоговом режиме И Там звук очень качественный Он без сжатия через USB порт Пускает аудиопоток Очевидно Ну после выключения Сразу же добавляется много-много фпс Просто выключаешь микрофон из USB И добавляется фпс Все То есть есть Скорее всего А, причем Фпс добавляется Если только ты с XP там общаешься То есть скорее всего Там какая-то проблема На уровне дров Ну или из-за того Что там много Несжатой информации Идет Фиг его знает Короче Проблема с Этим Профессиональным микрофоном Сейчас я комментирую При помощи гарнитурки И вот 100 фпс Мне выдает 100 фпс Это Прикодирование двух потоков Одновременно Понимаете Два потока Одновременно HD С максимальным Качеством В эксплите Качество картинки High И качество текстур Ultra То есть вот Вот она Производительность Моей мечты Он бегает за рабом Не нужно Вообще не нужно это делать Я еще успеваю Тут пилон Запилить Это не так важно Достраивается пилон Достраивается Потонка Он не успевает Сделать стенку И мы ему смеемся Все в лицо Все в лицо Ставим в потонке Ставим пилоны Это расстрел Спарта Все Микрофон Да ладно Все дело в микрофоне Подключу сейчас USB Обратно И FPS Попадут на 30 На 40 Представляете Ну не совсем микрофон Виноват Вполне возможно Что микрофон Сам по себе FPS не уменьшает В Старкрафте То есть со включенным микрофоном Все ок Но когда Вы включаете X-split То он видимо Начинает как-то Перехватывать звук Ну явно Как-то с ним С ним собирается работать И качество Сильно-сильно падает FPS Просто в Старкрафте Бабах Поэтому я и не грешил На микрофон Ну какая разница Вот он включен Вот он выключен Вот в Старкрафте 100 FPS Вот 130 Ну то есть В зависимости от карты А не от микрофона Вот А когда ты включаешь X-split И типа вот здесь Начинается самая жесть Типа вот оно Вот она проблема В X-splите Но Вот Сделай микрофон Погромче Звуки из игрок Тебя слышно не очень легко Хотя не уверен Что Прям уж так легко Это так усиление Довольно большое Я вот чуть-чуть Вот так вот поднял Вот Да нет Да Под рассказик Одной рукой Застраивает бобров Ну это вообще Кто это такой Мастер Лига Ну фу Это что это Кто это Ну да У него 250 игр в этом сезоне Да 560 очков Ну какая разница Что это халява Халява Сделай YouTube Не-не-нет Хватит Хватит И так уже столько Столько всего И он И Джастин Оставляйте комментарии Внутри новости Кубок Кингсон SSD Давайте лучше общаться там Когда успел повысить FPS в игре Ну вот В паузе Как раз Возможно это решится Как раз Новым выпуском Xplit То есть Вот как раз Они может с дровами Там что-то С DLL Поправят Исправят Потому что Проседание FPS У многих При запуске Xplit То есть Очевидно Дело не просто В микрофоне Дело в том Что с определенной Там частотой Например Там он как-то Как-то блочит Там что-то Блин Играть одно удовольствие Просто 80 FPS Еще когда мы начнем Стримить Уже на основной сервер В один поток В хороший Будет Еще меньше нагрузки Класс Просто класс Так Сейчас у нас Тиран Кстати друзья Тиран 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 Мои мечты Вообще С тернами Весело Особенно С хорошими С макроплеерами Такими Прям Чтобы Основательно То Все Есть товарищи Довольно часто Ставят нычку Блин так приятно Просто Все Все так Мышечка Мышечка Так Бегает Прыгает Хорошо Хорошо Хорош Хорош Вот Ставим барак Идем на разведочку Так и даже играется веселее Вы знаете Так Хоп-хоп-хоп Все Никаких спайков Никаких там 40 фпс Никаких 20 фпс Я же Поднял еще графику Да Хай Со средних Еще запасик у нас есть Можем на средние поставить Но я не вижу Смысла ставить на средние Если вам же Вам же картинка нравится Хорошая Светится Всякие там То-се Да Нет Не нравится Я могу это самое Голосование провести И вы проголосуете Вы скажете Как Как лучше Заходим А тут никого нет Вот это прикол Нет Есть 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 И с газом человек сразу Ну ты даешь Сразу с гадом Кто так играет Газовый такой товарищ Ну ладно Поставлю я тебе газ Раз уж все так близко У тебя Можно тебе запилить газ Оп Он хотел мне газ запилить Паразит Давай лучше со своим Кстати мне пофиг Напили Сколько влезет Действительно пофиг Мне не нужен Второй газ Так рано Хотя Вы знаете Нет Все таки я поставлю Вот он Вот он Два марика Там что-то пилятся Пилятся Здесь мы с этим С рабочим Разбираемся Разберемся Он сдался Трус Делаем грейд На гейты А вот что дальше делать Во что выходить Я предлагаю заехать На мейн Проверить Второй там барак Не второй барак Уж больно любопытно Я же заеду Марики то здесь есть Вдруг он нычку ставит Да Такое же возможно Возможно Мало ли что Главное сейчас Посмотреть на мейне Что происходит Вот нет Сначала слева Если здесь нычка строится Нет нычки нет Ну значит два барака У него да А с двумя бараками Мы что делаем Ставим эксп Сейчас убедимся Что два барака А космопорт Передроп Гелион и марики Очень интересная стратегия Ты очень силен Ставлю нычку Нафиг И делаем чистых Три гейта Не боясь Ничего вообще Никого Сейчас Сантрию заказать Нужно одну пораньше А нет Не трогай меня Могучий воин Классно заехали То есть мы знаем Что у него будет передроп Это не баньши Потому что у него газа Не хватит У нас все про все Это будет передроп Марики Гелионы Да Да Что для этого нужно сделать Ну разок пропустить это Сделать разок Вот так вот Это баньша Бабер С одного газа Баньша Тогда без инвиза Ну бас Ну бас Апер Готовься морально К братку лучше Я ценю твои советы Спасибо Разработка завершена Давайте даже Наверное сейчас будем Интенсивненько Так варпать И наверное Этого сюда А этих сюда Этого сюда Вот он идет 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 Подлец Я вижу тебя Ой что такое Меня спалили Да ладно Не может такого быть Просто не может быть Он по рабочим стреляет Подлец Да ладно Забей Просто забей У меня две нычки Ты сделал отличный дроп Могучий Очень Просто могучий дроп Ты молодец Мы спокойно выходим В колоссов Строим Масс рабов Бусты все на рабов А так он и есть Можно еще Сталкеров Варпануть Просто потому что Сейчас А кстати можно Пробочка Это Вряд ли он будет Сейчас делать Какие либо дропы Это просто Для здоровья Не очень Смотрим Нычка Не нычка Строим Что такое В экспант выходит Да ладно Даже подожму У тебя друг Раз такое дело Делаем роботехнический узел Рабочий 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 Добавить наверное Форжу на будущее Под грейд плюс один Здесь у нас все Ок На подвар Билончик бы сюда Один Рабочий Рабочий И смотрим что Против дропа Наверное варпом Буду отбиваться Пытаться И смотрим Нычка Какая защита Ну нычка там точно есть Защита Ага Я тебя понял А если по низу Нет Слишком много танков Ладно Возвращаемся Ну выходим колоссов Делаем все по максимуму Вообще Сейчас выходим Сразу на третью нычку Да Наглеть так наглеть Отбиваемся от дропов Единственное Что он может сделать Делаем первый грейд на атаку Без фанатизма Без буста Видим что он тут Такой У меня база У меня база Я крутой Ставим третью Третий Нексус Да ладно Потратил просветку Забрил Молодец Колосса не делаю Грейд на колосса делаю Парадокс Парадокс Ждем дропа Так Здесь добываем газ Еще рабочий 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 Нумеруем Пилон Ставим Пилон Против дропов Да некуда его ставить Здесь пилон Против дропов Добываем здесь Четвертый газ Еще Рабочий Рабочий Все под бустами Все весело Выход Палим Колосса первого делаем Лимита не хватает Пилон сейчас здесь доделается Блин Как игра спорится Когда компьютер не лагает Просто Просто очень хорошо Приятно Просто приятно Давайте сразу Сумречный совет Поставим гейты Подобавляем Ну а чего уже И так халявим прилично Здесь доделался газ Лишнего рабочего Точку сбора меняем Потому что здесь уже максимум У нас рабов Смотрим на выход На его И смотрим на Вообще Техника Это или не техника Потому что что-то мне Не очень нравится его Так Нет это так Это все подряд Короче делаем колоссов Строим рабочих Добавляем еще Пилон Пилон Здесь добавляем Наверное Все таки Гейт И форжу Опять он убивает А что ж ты будешь делать Что капсов то моих Не любишь друг За что Так доделывается Сумречный совет Хорошо сразу Под второй грейт На атаку Появился первый колоссов Добавляем еще гейтов Наверное Пошел второй грейт На атаку Рабочие 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 Буст Буст Так Это открываем А он выходит Да? Да он выходит Опасный момент Так Делаем Блин Он меня светит Среди теней Подлец Лимита не хватает Второго грейда На атаку Нет Ой я спалил Свою нычку внизу Ой Как нехорошо Он разложился Сейчас надо Его поймать Ага Вот так вот Да Так Как же мне тут Сделать Это лучше Наверное Нужно Да Вот сюда Вот надо Подвар Подзилатов Здесь выходим Блин Нифига себе Как здесь выходить Вообще Вообще Не выходим Мы никуда Надо Проботикс Быстро Ставить Второй Третий Если успею Конечно Надо его Как-то ловить На На чем ловить На перекопке Танков Смотри Чтобы он Не подрос Ложился У меня Под боком Опасный момент Опасный человек Просто Вот он Раскладывается Как раз Подо мной Бустим Это Бустим Это Бустим Это Призму Да Думаешь Ааа Он раскладывается Хорошо Гвардены Работают Главное Колоссов Не отдать После этого Лучше Под варпом Тут Нормально Нормально И тут Сейчас Имморталы Пойдут Раз Два Три Давай Нападай А ты Вниз Пойдешь Молодец Четыре Три Потомки Давай Нападай Пробка Вперед Что же ты от меня хочешь Ой Дроп на мейн Ёпс Тодей Вот это я конечно Зафейлил Надо отбиться Колоссом Надо поменять точку сбора Надо поставить Еще один Нексус Здесь ушли сюда Здесь жгем Здесь Убиваем Возвращаем 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 Идем Так Блинк Сталкеры Грейт на армор Собираемся Выходим Убиваем Штампуем Рабов Нет Вы лучше сюда Штампуетесь Вы сюда Вы буст Нет Здесь не нужно Ничего делать Сталкеры 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 И выходим С имморталами Отбиваем То что у него Здесь стоит Еще Если стоит Вообще Я бы домой Ушел На твоем месте Да Он ушел домой Поэтому просто Здесь делаем Сталкеров От дропа Проверяем его Третью нычку Раскачиваем Четвертую Здесь делаем Фотоночку Одну Как против Легкого дропа Две Согласен Делаем Грейт на армор Это вторая группа Здесь Точка сбора Фиговая Меняем ее Колосс Опс Да ладно Уже лимита не хватает Ну что ж вы врете-то мне Все у вас есть Опа Очки Вот это прикол Вот это он дает А Чертяга Вытворяет Что вы видите А Я здесь Среди теней А у меня Блинка еще нет Да ладно Да должен же быть Да должен же быть Где же мой Блинк Делаем Грейт на атаку Добавляем Газилки Добавляем Еще Фотоночки Здесь Газилок не хватает Раз-два Раз-два Здесь Ребятушки Ждут Вас Пятеро Да Занимаем Нижнюю Золнагу Смотрим Четвертую Нычку Ой как много Тебя Ой как много Я понял Так Делаем Третий Грейт На Защиту Здесь Рабочих Перебор Здесь Начинаем Добывать Газ Иммортал Иммортал Ой Викинги Уже Появляются Наверное Архончиков Добавлять Потихонечку Здесь Газ Не добываем А нужно Конечно Нужно Газ у нас Уходит Очень Очень здорово Ладно Давайте Призму Раз Сапи Рассказал Призму Как раз Призма Это то Что нам Нужно Ох ты Жёжик Какие залпы Тожёсткие Куда Ты На-ка Тебе На-ка Домой Полетел Он тут Здесь Всё Ок Здесь Всё Ок Ладно Давайте Шатать Надо Добавить Миллион Гейтов Потому что Минералы Копятся Я Чувствую Что Ни черта Не умею Тратить Деньги Иммортал Это конечно Хорошо Но Вот Перекапываются Паразиты Не-не-не Я подходить Не буду К тебе Лучше Призма Лучше Призма Призма Это наше Всё Вот Призма Первая Летит Пилонов Не хватает Причём Пилонов Явно Там Не хватает Надо Сейчас Пролететь Делаем Так Так Здесь Привлекаем Внимание Привлекаем Привлекаем Нам нужно Сделать Грейт Ещё На щиты Здесь Мы На танке Наваливаемся Аккуратненько Имморталами Аккуратненько Аккуратненько Да Наваливаем Не Не наваливаемся Ничего Хватит Здесь Просто Варпаем Сылков И Уходим Вниз Здесь Чтоб Викинги Нас Не Отстреливали Прикрываем Заказываем Ещё Пару Колоссов Здесь Берём Сталкеров Здесь Складываемся Соответственно Летим В угол Чтоб Нас Не Сбрили Проверяем Нычку Снизу После Этого Гиты У нас Доделались Открываем Гиты Ой Там Ааа Ааа Какая мощная Армия Домой Так Викинги Летят Хорошо Ой Нет Я на четвёртой базе К тебе Я знаю Что у тебя Четвёртая база Есть Меня ты не обманешь Нету ничего Да ладно На что ты рассчитываешь Друг Переводим Рабов На нашу Ставим Ещё Одну Базу Надо Вообще Там Архунчик Каких Нибудь Наверное Стараемся Сейчас Привлечь Внимание Опять К Зелунаге А У нас Две Призма Вот Раз Два И на Зелунагу Ещё Вот так Раз Два Три Четыре Пять Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь И здесь Такие Мы Типа Типа Шумим Шумим Ай 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 И так Имморталы чистые С игрейдами Три Три На танке Хоп 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 Блин Не отдаться бы Ладно Сразу варпаем Дома Потому что Ну явно Он сейчас пойдёт Воллин После того Как Так Отступаем Здесь Нафиг Терпим Терпим Потому что У него тут Вообще Беда Здесь ушли Здесь Колосс 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 Здесь Грейт На арморчик Варп Сталкеров И опять 200 лимита Ну как так Что ж ты будешь Делать Ну ё-моё О колосс Пришёл Нормальные Ребята Нормальные Давайте уж Темпларов Может шарики Там какие-то Не знаю Наверняка же Можно что-то Сделать с этим Да можно Ааа Викинги Меня нашли Хитрец Мои навыки Яйца Вот что с ним Делать Друзья Я уже Который раз Повторяю этот вопрос Реально Ничего не сделать Просто ничего Парень Просто разрывает На части Аутов Не оставляет Как с ним Быть Вот что это За Затемы За такие Сделал это Без ног На 25 Минуте Блин А я сейчас Кстати умру Нет Я должен Выжить Просто взял Отдал ей Лимит Весь Почему Наверное Потому что Молодец Потому что Больше говорю Чем делаю Так Михаил Собрался Вот до этого Ничего не было Вообще Вообще Ничего не было Просто Идешь и строишь Имморталов Буковка Ай Подсказка Такой Хотки Есть Ой спасибо И что ты По потомке Ты стреляешь За что Вообще Это Какое мне Наказание Сворачивайся Давай Сворачивайся А он Разворачивается Представляете Расстреливает Просто Да ладно Я к тебе На третью Там говорят Никого нет Ребята Быстрее С блинком Давайте Он На Самый Его Как бы Хоп А с вертухана Так Вот это Поворот Нише Молодец И рабочих Еще Отпокуси Колоссами Цены Не будет Ладно Отдаем Нычку Ой нет Насловят Насловят Пацаны Это Замануха Да ладно Давай Давай Шаг Выстрел Шаг Выстрел Давай Давай Там у меня Иммортал Как раз Ждут Не дождутся Колосса Не трожь Не трожь Колосса Моего Кстати Можно было Сейчас Архонов Сделать Миллион Что у него Нычки Больше нет Да есть Точно Перелетел Сейчас он Сюда Возвращается Надо рабочих Переводить Вот здесь Например Немножко Много Рабов Нет Вот Имморталы Пусть танкуют Да 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 Вот эти Ребята Победа Вот это Да Вот это Игра Короче Дурачимся В эфире Ждем Когда начнутся Матчи Алексея Друнина Который Тут советы Дает Умные Это Банша Он сказал Бобер В этой игре И вообще Ни одной Банши За игру Алексей Гуджоб Найс Найс Привет Как дела у вас Шарики Выгоднее Из дарков Делать А не из психов В каком плане Выгоднее Опять начнется Эта Тема Выгоднее Экономишь 50 газа Ой то есть Нет Там сколько Получается Экономишь 50 газа А теряешь 150 минералов Ну и вот Надо думать Что выгоднее Он не работает Не я должен работать Вообще Артисты мне Сказали что я артист Сегодня Dead Space Будет Нормально Оставляйте Комментарии Не в чате А внутри Новости Сейчас Почитаем Решили Видите Проблему С фпс С просаживанием Фпс Миша Ты прирожденный Зерк В ПВТ Ставим Четвертую Нычку Проверяем Его Третью Как иначе Как иначе Почему Эмпайр Зерк Уходит С ГГ У вас Возникли Разногласия Первый раз Слышу Что он Уходит С ГГ И вряд Ли Такое Возможно А Они сделали Очень похоже На Гудгейм Сайты Будут Стримить Там Прикольно Ну Во первых Эмпайр Зерк Вроде как На Эмпайр Работает Может быть У него Там Какие-то Проблемы С ним Но Мы Эмпайр Зерка Просто Размещаем Так Скажем Начал Смотреть Игру Майкера Он Начал Комментировать С того Что ему Очень приятно Стало Играть Фпс Увеличились Выключил Стрим Пошел Мыться Вымылся Загрузил Стрим Майкер Опять Освем Фпс Играть Приятно Хороший Но Тебя Внешне Звуковой Карты А зачем Внутренняя Хорошая Она тоже Саундбластер А нет Хотя она Реалтек Судя по Чипу Ну Кристаллайзер Там стоит Саундбластер То есть Может быть Там чипик Не только Привет Народ Привет Отправил Мейл По поводу Шины Ммм Да Я повторюсь Вдруг Вчера Присутствовали Те люди Которые Пытались Вместе Решить Проблемы Ситуация Следующая Вряд ли Поможет Новая Версия Эксплита Я уже Комментарий Писал Что проблема В шине Она является Узким местом При захвате Видео И это Не потому Что Эксплита Кодирует Дело в том Что при захвате Видео Снимок С экран При обычном Так смотри Ситуация В чем Сейчас Короче Проблема Была То ли Из-за Дров То ли Из-за Вот Как раз Шины Внешней Звуковой карты Микрофона В частности Вот Если Ты просто Выключаешь Микрофон Из USB То у тебя Подскакивает Фпс Но При включенном Эксплите Имеется ввиду Да Решение Если только Эксплит Будет Кодировать При помощи Куда Или Опенджел Родион Переносить Снимок Экрана Так в том То и дело Вроде как Блин Он не тормозит Сейчас Идет захват Фуллскрин Кодирование В два потока Все ок Я все таки Грешу На Кривые дрова Для микрофона Или на Какую нибудь Кривую библиотеку В эксплите Потому что Именно с последним Апдейтом У всех Скаканули вниз Фпс О Кстати У нас же Скорый Где вообще Игра Когда вообще Игра Надо Улонли Спросить Просто к тому Что мне Играть Или нет Еще Я покатал С удовольствием Просто именно Покатал Не так Чтобы Вот прям О Сейчас Надо победить Собрался А вот так Строишь 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 Рабочий Рабочий Переводишь Дропчики Туда-сюда Развлекаешь Весело Весело Посоветую Гарнитуру Ну Учитывая То что У нас Партнер Рейзер Я конечно Рекомендую В первую очередь Гарнитуры Рейзер Сейчас у меня Старый Сенхайзер Кажется 131 Такая Гарнитурка С плохим Звуком Но хороший Микрофон Отлично Стримишь Написал Крэйзи Зерк Спасибо Как решили Проблемы С фпс Еще раз Повторю Это была Проблема Проблема Появлялась Тогда Когда Одновременно Был включен Эксплит И одновременно Включен Юсбишный Микрофон Вот При отключении Либо того Либо другого Фпс Возвращались Назад То есть На прежний Там Но они Реально Очень сильно Отскаканули Вот Если например Взять Игру Аберос Бородой Помните В самом начале У нас Игра начиналась И было 50 фпс Вот Прямо В самом начале 45-50 Сейчас При этом Я графику Поставил Обратите внимание Левый верхний угол 100 Блин 15 фпс И это Высокая графика И ультра То есть Ноут реально Козырный Просто Хороший ноут Выбрал Именно с этой 570 Видях Ты вчера Забускал Диспетчер устройств А там Дрова криво Встали Только на SATA контроллер Нет На Кардридер На кардридер Вайзер Там были Как раз Дрова На кардридер А кстати Кардридер Это близко Он тоже Кажется Что-то Общее С USB На сей Имеет Что это Ухо может быть Действительно Не хватает Последних дров Просто Вот этих USB 2.0 CRV Ну это как бы кардридер, но, блин, а может это вообще дрова на второй USB, на USB 2.0 Ёпс, тудэй, вдруг у меня работает первая версия USB Там же пропускная способность вообще смешная И микрофон, который нежатый звук, пытается погнать А я думал, это кардридер Блин, возможно, кстати, после этого и решится проблема Вайзер, ты умничка, если бы еще не анманырил иногда Провокатор Когда будет 1080 трансляции, планируется такое разрешение? Конечно, планируется Почему не включаешь оформление винных чуть-чуть получше? Зачем? Я сын 3.11 XP, то есть я вырос на старых версиях винды И для меня важнее именно быстрое Короче, минимум Внешнего вида, максимум производительности Лонли говорит, катни еще раз, ведь типа время есть Ну я катну Привет, народ! Вы, кстати, не уходите никуда, потому что впереди два матча Я вот такая вот бегущая строка есть Она как бы вам подсказывает Скучаешь по Питеру? Нет, совсем нет У нас сейчас дождиво, говорит осень Там осень, парки, все дела Ммм, слякоть Кости ломит Дома холодно Хэппи уничтожает, пока всего одну карту отдал Молодец Если Аристоев забреет Аббера, финальный лузер, финал можно будет не смотреть А, ну, это разные мнения Я думаю, что Аристоев может переломить Ход игры Как прошел день Он еще только начинается в плане стримов Потому что, бвввв Просто Сегодня всю ночь будет Dead Space Dead Space всю ночь Ё-моё, может энергетикам закинуться Играем против протаса Enchanted Enchanted Хорош, хорош На карте нелюбимой Видите, фпс зависит еще от карты То есть от текстур от начальных, видимо Или от ее размера Если на кривасе Хотя карта большая, кривас Там по умолчанию 100-115 фпс выдает Здесь, видите, с 80 начинается Но все равно для стрима вы даже не видите, наверное, этой разницы Учитывая то, что кодирует все равно 25 фреймов в секунду Глхф, он, пожалуй, что-то ее стормозил Надо же, конечно же, ему ответить Что он тоже молодец Не хватает минералов Не хватает минералов Заставляем рабочих таскать с тех минералов, с которых Нужно А то они, блин, любят фигней заниматься Вот, например, этот, блин, собака Ушел на соседний минерал А и несовершенен Далеко несовершенен Казалось бы, делов-то Там пробочки Пару вещей с оценкой свободных минералов И с тем, когда они освободятся, написать Нет? Не знаю Пусть лучше игроки контролят Я, ничего А игроки, блин, если увидят, что можно сделать лучше Они же будут делать лучше Таким образом Тысячи, десятки тысяч геймеров Обрекаются на Огромное количество Ненужных действий Ну, они приносят пользу, но Хотя, если сравнивать с первым старкартом Опять же, помните, сколько там ненужных действий Надо было делать Как биндить Как отстраивать народ Отстраивать его полностью Ну, то есть, там, производящие здания взяли Блин, с респом не повезло Вон, на противоположном И на самых худших вариантов Вообще То Ладно, густы посейвим Не хочу умирать от 4 ВГП В такой ситуации А, пилон, ядрен батон Да, придется, наверное, мне пораньше заказать второй гейт Ибо с экономикой у меня будет шлак Ну, я типа заказываю 3 гейта Смотрим, сколько у него там бустов Заказываем грейт на гейты А, у него Да, похоже на 4 ВГП Надо по... Ой, да, я сталкер так заказал Звук выключил Так, и 4 гейт, похоже, надо заказывать уже, да? Ой, надо еще гейты было пробустить Наверное, сейчас надо будет пробустить В первую очередь второго сталкера Эй, слышь? Вот кто так делает вообще Что, я в 4 ВГП играю? Совсем уже Совесть потеряли Эти Как их там? Пилонов не хватает Да, строили пилончик Наверное, надо проверить наличие Ух ты ж, ежик Ож ты какой маленький А че это и убегают? Давай-ка, иди сюда Энчанти, блин Давай, иди сюда Что, идешь сюда? Нет, давай лучше сделаем вот так вот Раз, два, три А вот сейчас назад Когда там у нас все сделается? Где у меня там пилон? Надо сейчас что-то вытворить Доброе, вечное Ну вот сейчас до варпа Все, отступаем Пытаемся, по крайней мере Он атакует Давайте, давайте Кто там у нас? Ты не нужен Вы открываетесь Ты не нужен Открываемся Газ второй ставим Я здесь Открываемся Рабочий Дефенс Да мы больше подряд ли, чем он Просто Давай, нападай Боится Внутри боится Надо потихонечку Собирать Газик собирать надо сейчас Ой-ой-ой Надо аккуратненько собирать газик Сейчас могут пострадать минералы Полукружок Аккуратненько Пилончик добавим сейчас И потихонечку выходим И мы от этих двух пилонов выходить Ой, как неприятно сейчас будет Тарков там быть не может Не хватает минералов Сейчас только сталкеры Хотя Сентриу сейчас запилить бы Вот по красоте было бы Одного Сентриу Красавца С двух-то газилок Вот, пошел Сентри Отлично И сейчас нагладом щил Если ты наберешь, друг мой Дорогой Надо пройтись все-таки сталкером Посмотреть Здесь он, не здесь А то вдруг парень уже ушел Как бы забил на меня Блин, реально же забил Этот идет на разведку Нет-нет-нет, там кто-то был Так, ты строишь пилон Вы убиваете пилонов парочку И надо делать Что-то вроде роботикса Ой, я Сентриу забыл Блин Ладно, делаем самричный совет И форжу Ну, типа Блинк Но страховка от... Сейчас пропушим у вас С Сентрой Конечно, конечно Только надо Аккуратненько все-таки все делать Что Сентри далеко И он сейчас как Зенит Суока И рабочего еще с собой не взял Поэтому Да ну нафиг Делаем мечку Сейчас вы наблюдаете парадоксы Из серии Какого черта ты делаешь вообще То есть С одной стороны Я планирую атаку сейчас И иду в атаку С другой стороны Как видите Все получается Вот Он теперь дефенсится Давай попробуем тогда А что ты играешь? Ой, Мортал Не, пострелять-то тут можно Но недолго Хорошо Делаем грейд Ставим это Уходим Он хочет подрезать Мне там еще что-то Ладно Делаем рабочие 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 Здесь Ну ладно Фатоночка лишний не будет Хотя будет Вообще-то Не, вапса можно сбить И сталкеры, сталкеры, сталкеры То есть выходим в экспант С Сентриу возвращаем Я здесь Теперь у нас в первой группе Только сталкеры Рабочие, рабочие, рабочие Буст сюда Грейд на атаку Можно зафигарить И наверное надо сделать Темпларницу моей мечты Это две газилки сразу же И выход фархонов Круто Вроде как Темпларница моей мечты пошла То есть у него нычки нет Это первый факт Он выходит в колоссов Это скорее всего второй факт Все Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Аккуратненько обходим А у меня блинка нет Куда я ломлюсь Михаил, ты чего Сделай Да, нормально все Все И сейчас в архончик Тихонечку Тихонечку Ползком-ползком Сейчас блинк появится Да ладно Ладно, хоть зелка подбрил У него тоже нычка, как вы могли догадаться Вот он опс, которого я мог сбить Вот он летает, подлец Жизни-то у тебя немного, наверное Ладно, делаем первых Темпларов Захватываем зелмагу Делаем грейд плюс один Вообще, нужно еще пару гейтов заказать Ох ты ж, ежик, какой же ты смелый, друг А, он идет в атаку А, он идет А, надо архонов быстро делать А, зелков еще А, пробустит гейты Да ну нафиг Не хватает нифига мне здесь Ладно, давай Контроль, как никогда не контролил Да нет, вообще в говно у меня просто Извините Ну, фиговая позиция Не окупилась ни хрена И вообще жизнь несправедлива Ну потому что ресурсы копятся Чуть-чуть не дотерпел Ну это гг, безусловно, гг Но надо было раньше гейты добавить И раньше штамповать архонов Угадал со стратегией И понял, что будет атака улыновая По ресурсам чуть-чуть даже выиграл Но проиграл Ладно, ничего Главное, что мы решили проблему с лагами И готовы сейчас смотреть матчи с участием Маббера Ура! Ура! Хорошего вам настроения Хорошего вечера Надо убрать бегущую строку Надеюсь, вы не расстроились То, что я проиграл Ничего страшного, друзья Все будет хорошо Не переживайте по этому поводу Все будет хорошо О, какой счет Смотрите, огромный я поставил Вот это счет Holy счет Заходим в игру, ребятушки Ребятушки Дождались Так, банер, кингстон Давайте вот так вот мы поставим Скажем спасибо нашему спонсору И Предстоящий матч будем смотреть Большую часть все равно экрана видно Это было просто Самое главное условие На финальных играх Поставить баннер В самом центре Вот Но я думаю, что все поймут И Отнесутся с пониманием К 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 Все, патролили и хватит Патролили и хватит Начинается у нас игра Братка Против Турюка Турюка Повелись, ребята Баннер моей мечты Нормально, можно крупнее Скриншот сделал, можно убирать Говорит Лонли Ну окей Толстовато же Ну да, толстовато Всем еще раз большой привет С вами Михаил Инжимайкер Мы решили проблему с проседанием ФПС Сейчас кодируем Два видео на два сервера Кстати, на шаттер темпле Хорошая графика Сейчас у нас стоит Высокая и ультра текстуры Поэтому ФПС Все равно 50-60 Но У вас-то все плавненько Все хорошо Мы с вами смотрим Матч Юникса Против Турюка Это у нас происходит В нижней части сетки Кстати, счет-то как-то у нас Высоковат О! Вау Вау Как так? Ну ничего себе счет Ладно, все сделал Все, хватит дурачиться Очень серьезный матч На самом деле Да, нет Не, важный, конечно Конечно, важный Во-первых Победитель сразу попадает Ну, проходит дальше Получает денежки побольше Играет с Авером За выход И за борьбу в топ-3 Ну, за выход В финал нижней сетки И это будет ТВТ Турюк против Братка Я сейчас хочу глянуть С вашего позволения На сеточку Вспомнить, что Браток не играл С Турюком Потому что Браток Играл Ну, с Юниксом А, нет С Хэппи он играл Только ТВТ Это Хэппи Выиграл Юникса В первом туре А вот Паша Не убивал еще Турука Посмотрим, что здесь будет ТВТ Учитывая то, что я не специалист Вообще в Старкрафте Не шарю Что за игра Будем разбираться вместе Вот это поворот Посмотрите сразу Такое Хэллоу На базе у Братка Под названием Командный центр Командный центр Вторая база Тут же без газа Турюк ждет ее внизу Не дождется У Турюка Тем временем Через реактор Он собирается С одним газом Что это? Что это? Пока не ясно Гелеоны Или не гелеоны Просто масмарики Или Черт его знает Короче, выходит Турюк Собирается ставить нычку Прогоняет КСМ-ку двумя морпехами КСМ-ка пытается Выиграть немножко времени Чтобы, может, краем глаза Увидеть Нет, никого она не увидела ЦЦ тут же строится После смерти Буквально на костях Другой КСМ И Ну, они оба выходят в макро Что ты тут еще скажешь? Молодцы Это надолго Ну, хорошо Это очень хорошо Пошли морпехи Факта Возможно, будут гелеоны Под реактором И Мариков успеет Турюк настроить Но зато У Паши есть Козырь в виде Более раннего ЦЦ Но по факту Получится, что Во-первых, она не сразу Перелетит Скорее всего, будет Он ждать По крайней мере Чего он будет ждать? Ну, судя по бункеру Он будет долго ждать Здесь четыре Марика такие стоят Почти плечом К плечу Всматриваются Вдаль Нет ли там Кого Надо еще Камеру Поворощать У нас голова Покружилась Вот как выглядит База Терана Оказывается Это реактор Так пристроен Квадратно Ничего себе Он к углу Оказывается Пристраивается Да, давайте По-новому взглянем На Старкрафт И все три игры Будем смотреть Под таким углом Что за карта Что за рампа Непонятно Через некоторое время Как показывает Практика Варкрафта У вас начнется Кружиться голова Поэтому я возвращаю Все на Привычную Изометрию Так Гелионы Появляются У нас по парам Выезжают еще Паром по парам Третий Четвертый Поехали У братка Выход в нычку Через Сидж А здесь нычка Видите Получилось Хоть позднее Ее Турюк поставил Но зато Она работает раньше Люди оценили Я вижу в чате Мои глаза Мой мозг ОМГ Ха-ха-ха Кого-то там уже Поташнивает Соберитесь Ребята Опачки А тут выход Смотрите Передроп Передропов будет 8 мариков 4 гелиона И это все Это все Что заедет Кстати Почему А Си же еще нет Лол Какой Перфект тайминг Убивает сразу Миллион рабов 4 штуки За один залп Сейчас будет Минус пятый О боже ж ты мой Турюк давит братка Турюк давит братка Что я такое говорю Танчик стреляет По Марику Марик Выживает Подрезает Газилку Минус Минус Опа Сейчас По танк Заманят Нет Пацаны Нельзя же так Танк стреляет Убивает 2 киллса Вообще У танка Не так Плохо Но с другой стороны Здесь Бункер еще И викинг Пострелял В общем Что получилось Открываем Вкладку Потери Потери Видим Что Потерял Турюк Больше Чем браток Но Не забываем О том Что нычка У него Не собирала Потери Одинаковые То есть Потери Практически Одинаковые Но учитывая То что Здесь постоянно Работала С дюжину Рабов Так что Опасно Это все Для Паши Очень опасно Ладно Не будем Раньше Времени Хоронить И закапывать Павла Кузнецова Тем более Что он Теряет своего Викинга Турюк Убивает Викинга Павла Кузнецова Сейчас их Подчинят Какой он Экономный Турюк Макто Никнейм он взял После фильма Аватар Вы помните Да Турюк Макто То есть Это говорит о том Что игрок Молодой Потому что Как бы Аватар Вышел Не так давно Вроде как Вот И Паша Идет в агрессию Какая-то Стремная У него Получается Агрессия Здесь А танки Раскладываются А здесь Сиджа Нет Лол И танк Сверху Начинает Смотрите Картина Маслом Бум Отстрелил И по второму Такой Бум 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 Как говорил Один интернетовский Персонаж И этот выход Вообще Отбился Одним танком BCG Лол Ребятушки Как так Почему Почему так Странный был выход В общем Турюк сейчас Выходит на третью базу Потихонечку И Сразу на золото Вы посмотрите Каков наглец Просто на золото Сразу По лимиту Он выигрывает Не столь существенно Но Видимо По морали Может Это позволить Ну как Он отбился От пуша Парабам ведет По лимиту тоже Пошел дропчик Дропчик Опасный дропчик Три мародера Два марика Вообще ни о чем В плане экономики Долго будут стрелять И парабам И по зданию Не то не сё А здесь у нас Кажется Перерасклад И агрессия Под мейн Ой-ой-ой Светит Светит А тут Стимпак Может не доделаться Лол Стимпак Смотрите Осталось 20 секунд Игрового времени Нет 10 12 10 9 8 7 6 5 И всё Минус Стимпак И минус Фугасные снаряды Минус Две пристройки Минус Два ключевых Грейда Идет Дропчик Дропчик Но здесь Танки есть Обходит Сейчас Браток Ай-яй-яй-яй-яй Идет Вразмен Просто Вразмен Здесь Раскладываются Танки У Турука Уже Три танка Враскладке Правда Без прикрытия Их снизу снимают Один Второй Третий Ну не третий Пока Вот сейчас Третий И Турук Решает Да ну тебя Я тоже пойду В атаку Я тоже умею Ходить в атаку Разложился Под базой И Турука Кстати А где дроп Странно И заходит Заходит Турук На эксп Здесь Один танк Только наверху Гелеоны Выжигают Сразу Миллион Рабов Здесь Два Викинга Не дают Сделать Дроп На танке Пытаются Сделать Дроп Теряют Часть Юнитов Внутри Дропчика Еще один Дроп Сверху Выходит Еще один Танк Сложно Сказать Кто Здесь Выигрывает Но конечно Выигрывает Турук Потому что Здесь он продавил Тут он отбился И в результате Один ноль Нифига Ж себе Кто мог Вообще Подумать Кто мог Подумать Последний Атака От братка ГГ О боже Лол Лол Да ладно Друзья Вы это видели Вы это видели Вообще Как так Можно Как Почему Что Произошло Вообще Все Закономерно Не стоит Удивляться Сейчас Надо Плеера В недоске Еще Поставить Снова В новость Да Ребят Это Играет Браток Тоже Там Товарищ Спрашивает Это Паша Играет Что С Братком Ничего Сейчас Как Соберется Сейчас Как Соберется Вы Зря Списывайте Пашу Сокол Привет Привет Прошу вас Не просите Сокола На стрим Меня уже Понесло Одного И И все И Все Уже Не остановить Соколик Чмоки Всем Чмоки В этом Чате Друзья Всем Добрый Добрый Вечер Бобрый Добрый Вечер Сегодня И вечер И ночь У нас Хорошая Будет Со стримом Почему Потому что Сейчас Играет Браток С Турюком А потом Победитель Играет С Абвером В любом Случа Это будет Очень 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 Интересно Смотрите На шаттер Темпле Было 50 фпс В самом начале На этой карте 100 Магия Карт Ладно Уже 80 В общем Что вам Хочется Сказать Мы же Еще После этого Посмотрим Матч С Абвером Причем Ну тоже До двух побед Это будет Пятый тур Лузеров А после этого Будет ночная Трансляция По Dead Space Кстати По Dead Space Я же сейвы Наверное Потер Надо посмотреть Не затерлись После переустановки Системы Ладно Снова ТВТ Вдохнули Поглубже Пойду Почитаю комментарии Счет изменю Потому что Сейчас наверное Мне все расскажут Про счет Турюк 1-0 Братка Турюк 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 От текстур на земле После ресайза в глазах рябит Интересно Я что-то не заметил это Да нет, вроде все четко Да нет, сейв это достать не проблема Какая разница с главы Да и я сделал полный образ диска Давайте не будем отвлекаться от игры Браток у нас играет В отличие от прошлого матча в газ Здесь та же самая тема от Турука То есть барак с газилкой Оба практически синхронно приходят Друг дружку проверять Турук видит фаст факту И сам Убивает КСМ Причем своей же КСМ И пока факту не ставит Да у него на это газа пока нет Сейчас поставят Сейчас помените мои слова Сверху ли от барака Ладно, снизу от барака Вот он пошел А, нет Это все-таки ЦЦшечка сначала Но зачем он тогда Продолжает добывать газ Он тогда не сможет Газ в ближайшее время реализовать Браток Лаба сразу на Ой-ой-ой-ой А вот это какая-то агрессия От Павла Кузнецова То есть Лаба на факте Без старпорта Это либо гелионы с адским Либо танки Сидж Но танки Сидж Это либо пуш Либо Да, это гелионы с адским Ух ты А старпорт будет интересно или нет? Просто очень любопытно Билл-то жуткий Такой психованный у Паши Посмотрите Один марик Самый, наверное, фаст гелионы Что могут быть И экспант По сути у него сейчас Из боевых юнитов Есть Один гелион Один марик И все Для сравнения Как бы Турук тоже вроде как халявит Но у него тут мариков 6 уже Рабочих одинаково В общем Такой Очень агрессивный билд Очень агрессивный билд Так, заезжает гелик Заезжает, заезжает Стреляет, уезжает Стреляет, уезжает Надо чиниться человеку, конечно же Не хочется терять 100 минерального юнита такого Сейчас он вернется, его залатают Шиномонтаж, все дела А здесь уже у Турука экспант Мы наблюдаем Инженерочка пошла, он не знает Баньши там не баньши Там не баньши Да, и космопорт еще Ай, и светит, и видит О боже Он увидел и как Грей делался И как И три гелиона здесь стоят То есть Можно уже догадаться, что Будут гелионы с адским пламенем Турук тоже Чекает Смотрит, видит геликов Видит мариков Видит викингов Наверное, самое Хотя нет Не уверен, что здесь Как лучше реагировать на геликов Ну, гелионы не сыграют В любом случае, все уже То есть там викинги Дроп не пройдет Дропа не будет В принципе Жуть Жуть Что по рабам Турук немножко впереди Да и нычку он раньше поставил Поэтому с рабочими у него Все лучше Он перевел Половину рабов с мейна Викинг патрулирует наверху То же самое можно сказать и об этом Об этом викинге Гелионы ждут Короче, оба сидят Оба сидят Делают одну и ту же Тему А Паша собирается Кажется, играть В дальшую механику То есть Подстраивает еще завод на лабе Ожидают, что будет В ближайшее время Арсенал заказан Потому что Лимиты потихонечку растут Скоро нычки будут раскачаны Это значит, что Скоро появится Уже нормальный лимит Пошла инженерочка У Турука Кстати, Арсенал-то Можно без инженерки стоять? Конечно, можно Конечно Так, тут уже два викинга У Брэд Окея Летает Патрулирует Браток, конечно, в этой игре И начал агрессивнее И как-то выглядит По Увереннее В том плане, что он Чекает больше Золнагу контролирует Хотя Турук, играя в Дефенс Немножко обгоняет Пашу По Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Дроп гелионов с адским пламенем С одной стороны Возможный заезд гелионами с другой Два викинга прикрывают дропчик Но тут тоже геликов дофига И марики еще есть Тут фиг дропнешь Поехал одновременно Гелионами отсюда Здесь бункер Глухая застройка Турук вообще готов Ой-ой-ой Там сбивают дроп Не доконтролил Турук немножко А сейчас доконтролил Сберил викинга Пытается дропнуться Паша Дропается И сразу же его сжигают Просто сжигают А учитывая то, что здесь Викинг выиграл Противостояние Этот дроп Практически обречен Здесь был заезд Но он ничего не дал Видимо Да, вот мы видим Битых гелионов И вот, вот Убивается дроп Ёшкин кот Да, все не в пользу Как-то братка Идет 78, 68 Там, наверное, уже Тоже пошло Адское пламя Тоже техника Настраивает Фэктори И вот только сейчас У Паши пошел Арсенал С другой стороны У Турука Этого арсенала Пока нет Но зато он Зато он что? Да ничего Браток делает и арсенал И нычку делает То есть все у него есть Несмотря на то, что Вроде как он догоняющий Он догоняет Довольно агрессивно Командным центром И грейдами Свет на эксп Там свет на эксп Тоже Турук увидел Что у Паши нычка И сейчас, наверное, будет Планировать Учитывая то, что он Сам ЦЦ не ставит Он планирует Какой-то выход Сделать Сидж вроде готов Ну, обоих готов Сидж Три гелиона Под заезд И выход Вот этот самый выход Моей мечты Он осознанно его делает То есть Подгадал Под Не знаю что Грейд плюс один У него не сделался У него в принципе До сих пор Армории нет Но зато он видит Что у противника Третья ЦЦ И думает, что Нельзя так делать Ставить ЦЦ Когда ты Терпишь Поэтому Паша Подъезжает Расклад Ой, Паша Я вот не знаю Как Турука зовут Простите меня, пожалуйста Турук Подъезжает Раскладывается И типа Не дает выйти на третья Ой, тут в это время Заезд гелионов С адским пламенем Они, кажется Много нашли Да, да Так, а что у нас С чатом там? Работает чат? Стрим там не пропал Случай Нет, стрим работает Чат у меня глючит Извините, что от Олекс Светит Притирается Друг дружки Конечно Хочется еще разок Заехать гелионами Пытается выехать Паша Ой, в узкий проход Сейчас можно было Так хорошо стрельнуть Но слишком много У Турука было гелионов И Паша решил, что Перестреливаться с ними Дороже для здоровья Светит Видит Подлетает Викингов Довольно неплохо И с одной И с другой стороны Подбревает Один танчик Подлетают Викинги И Начинает Уже гнать Турука По воздуху Правда Подмариков Залетает Паша Не доконтраливает Теряет одного Второго Третьего Викинга Ну что же Что же Что же дальше Ой Подсвечивает Подсвечивает Турук Красавчик Викингами Своими Паша делает Свет При помощи Станции наблюдения Подставляет Турук Своих Гелионов Специально Под залпы Танков Чтобы поглотить Дэмэдж А дропы Должны решать В такой ситуации Где дропы Как они Плотненько Плотненько Тут еще Два ЦЦ Добавляются У Брэд Окей А куда Где другой Этот ЦЦ Который строился Который построился А он уже Перелетел Да ладно Вот это да Сразу Два ЦЦ Ставит Турук Третью Родную Рядышком Со станцией наблюдения Так Викинги Залетают Под туретками Турук Отдается Теряет Большую часть Своих викингов И сейчас Паша Может Разводить Разводить Турука За то что он Без Без воздуха Вообще То есть По воздуху Доминирует Поэтому Можно Двигаться Дальше Так 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 Заезжает Гелеоны На третью базу Турука Здесь в рабочей Они умрут Разделяются Гелики Трое пошли На мейн Здесь стеночка Сразу Чик Поднимается Гелеоны Пытаются Уехать Недоконтроливает Проток Здесь явно Может перестреливаться Да Заезжает Чекает Еще одну базу Видит Убивает Раба Да Неплохо Паша Отбился Сейчас Лимиты у них равные Но Учитывая то что Здесь третья база Стоит А здесь Рабов пожгли У него Плюс 20 Плюс 8 Плюс 17 Рабов Плюс 17 Рабов Это сильно Отступает Турук Не очень уверенно А Паша Наоборот Идет В наступление Раскладывается Гелеонами Подъезжает Палит Ой-ой-ой Дает Много-много Гелеонов Они и так То красные Были Так еще Занимаются Половина Карты Теперь викинги У Паша Отдаются Минус 1 На небольшом Количестве Морпехов Торы Уже Свет Подзелнагу Подзелнагу Раскладывается Оба Начинает Первым Турук И Простреливает Вражеские Танки Хотя Опять же По воздуху Он Проигрывает И поэтому Ему Приходится Терять Ой Тратить Просветки Для того Чтобы Увидеть Вражеские Позиции Кидает Мула Для того Что Гелеона Свои же Подприли Машина Работает У Паши Значительно Лучше У него На 20 Больше Робов И это Сказывается На Производстве Безусловно Странно Что Турук Не простреливает Двумя Торами Викингов Которые Здесь Находятся Рядышком И поэтому Терпит Тратит Мулов Ну Меняет Грубо говоря Мулов На танк Бретт Окей И вот Они Торы Подошли А вот Сейчас Невыгодный Был Размен Два Мула На Недотанк Браток Кидает Мула Чтобы Занять Зелнагу Прикольная Тема Тоже Фишечки Фишечки Ну Его Никто Не Видит Поэтому Он Просто Из ни Откуда Прилетел И Все И Танк Снял И дальше Продвигается Молодец Какой Мул Разведчик Ну Таким Вот Образом Они Половину Карты Каждой Себе Отделили Правда До сих пор Непонятно Почему Нет Дропов Ну Или Там Баньшей Там Чтобы Здесь Женечки Абсолютно Неприкрытые А столько Гелеонов С адским Пламенем Ничего Ничего Не делают Ой Тут Внизу Танки На Торы Танков Специально Тора Специально Разделяет Турок Чтобы Было Как можно Меньше Сплэша Но Нижним танкам Помогают Еще Верхние Танки Ничего Так Заезжают Гелики Проезжают Мимо Это значит Что будет Доступ На базу Если их Перехватят Их Перехватывают Ой Как Больно Гелеоны Настолько Суровы Что Друг друга Выжигают С бонусом Настолько Им Баюни Что Убивает Сам Себя Тут Преимущество Переходит По лимиту От одного Ко второму Это ничего В принципе Не значит Потому что Уже И там И там Хорошие Лимиты Одинаковые И деньги И базы Тут Опачки Прилетела Банши Вот Урюка Сбрила Танк Неплохо Так И начинает Дальше Танки Харасить Неприятно Неприятно Два Танка Банши Уже Дважды Окупилось Плюс Позицию Выиграл Пытается Найти Мертвую Мертвую Зону Но У башен Уже Дальность 8 То есть Грейт Уже Сделан Правда Здесь Не отразилось Что Грейт Сделан Но Наверное Это Бак И вот Он Дропчик 4 гелионов От братка На базу Где 5 Мулов Собирают Ресурсы Еще 2 Мулов Накинул Сюда Турюк Ой Как это Будет Больно Ой Поехали Уже Два Здесь Два Там Ой 21 Раб Был Убит До Этого Еще Пара Мариков Ну Это Смотрите 12 Рабочих Часть Из них Это Мулы И 2 Марика На 4 Гелион Профит Очевиден Батлкрузеры Пошли Вот у рука Фас Батлкрузеры Но это Страта Паша Выдвигается В центр Ставит Нычку Уже Прям Под Зелнагой За Которой Ему Еще Предстоит Сражаться И Сражаться Освобождает Себе Камешки Снизу Нычку Идет Противостояние Тут Танки Танки Банши Викинги В общем Бои идут По полной Программе Еще Одна Эскадрилья Викингов Банши Подлетают Начинают Отрезать Танки Отдаются Немножко На Торах Отдаются На Туретках И Ямато Ган Система Вооружения Разрабатывается Батлкрузером Где там Батлкрузер Оперейш Надо услышать Это А Они уже Вылетели Ладно Не пропустить Этот момент Гелеоны Отдаются Недоконтроливает Немножко Турук Хотя Может он Специально Сливает Лимит Для того Чтобы Заказать Еще Батлкрузеров Так Здесь у нас Заезд Гелеонов С танками Опасный Между прочим Очень Опасный Посмотрим От Турука Сжигается Танк Здесь Разложенные Танки Отбиваются Но Вроде как Да Много рабов Было убито 33, 60, 25 Рабочих Было убито За вот этот Развод Пять Батлкрузеров В продакшене Шесть При том Что их Уже Четыре Есть То есть Десять Батлкрузеров Будет В течении Полутора Минут Максимум А браток Делает По шесть Викингов Очевидно Собирается Продавливать Да Два грейда На атаку Танки Танки Это Такая Отдача Сейчас Будет Ой Как же Жалко Эти Танки Как же Их Жалко Минус Огромный Лимит У братка Минус 40 Лимита Он стоит Уже На 20 Лимит От противника Грейды На воздух Больше Эскадрильи Уже Из крейсеров 8 штук Их 8 Еще 3 Делаются Еще Летит 1 Здесь Гелеоны Пытаются Заезжать Не получается Туреточки Туреточки Хоть как-то Выиграть Время Не получается Викингами Пытаются Отстрелить Хит-н-дранит Подходит Тор Ловит Ямато Ой-ой-ой Как это Эпично Все-таки И под Туретками Сражается Турук У него там Красные Прекрасные Баттлкрузеры Да Сюда Как раз Мулов Надо кидать Еще Ямато Против Торов И вроде Как Братка Реально Мало Хотя Тут Битые Баттлкрузеры Вот эти Три Штуки Особенно Еще Ямато Сейчас Баттлкрузеры Все умрут Но по лимиту 112 на 160 Только сейчас Принимает решение Турук Отступить Потеряв Еще Где-то 5 Баттлкрузеров Но Это Конечно Эпичный ТВТ Что у нас тут По ситуации ЦЦ Занимает 6 часов Здесь все Рабочие Убиты Здесь все Рабочие Убиты Здесь все Рабочие Убиты Где рабочий Вот урока Надо переводить У него сэкономика Беда Добывает 300 на 2к Я думаю Что Паша Здесь отстроится Он уже Отстроился А нет Нет Показалось Только 120 Лимит Мне показалось 160 Да Да Вот что значит Заезд Гелеон Вот это НК Сейчас будет Тоже 2,5 Ну Мол И все Все делают Как надо Тут даже Наверное Минус То что у Паши Больше рабочих Просто потому что Да какая разница У тебя минералов Все равно хватает Все вопросы К газу Поехали Гелеоны Снова выжигать Рабочих На нычке Баттлкрузеры Конечно Совсем Не моревренные Но с другой стороны Он тоже заезжает На такую же нычку Братка Внизу Оба Они теряют Рабочих Всех Ой Торы Торы Сбревают Нычку Наверху Через камни Тут напрашивается Ямата Конечно По Торам По таким вот Таким наглым Торам Но Турук Как-то не спешит Копит он Баттлкрузеров 159 Лимит На 149 Здесь заезд Гелеонов На эксп Тоже пожег Рабочих Турук Столько ЦЦ Ё-моё И вот заезжают Гелики 5-6 Скилсов 7 Третий Грейт На атаку Воздуху Гелики Заезжают На верхнюю нычку На 12 часов Проверяют Там никого Нет Здесь есть Барак Который Все это дело Палит 8 Баттлкрузеров 8 Грейт На армор Один есть Второй делается А здесь 0 Да Наверное Да Здесь нулевочка Ух ты Половина карты Я вот на мини-карту Больше смотрю Чем в игру Потому что здесь Мулы в атаку пошли Там на танки Провоцируют Закидывают Мулов После просветки Браток На Турукские Танки Вон смотрите Оооо Диверсия Десант Бах Минус танк Бах Минус танк Заняли Золнагу Сняли танчики Сняли И гелионы Заезжают На Эг Хотя они Проезжают дальше Потому что Близко совсем Баттлкрузеры Одновременно с этим Огромное количество Викингов Сколько здесь 30 У Паши На 20 У Турука Летят Вместе с Торами Психованные Конечно Игры Такие Все Подходит Торы К ЦЦ Буквально В считанные Секунды Убивает 12 Баттлкрузеров 20 Викингов Против 34 Викингов Викинги делают Хит эндран Но за каждый Хит эндран Они соответственно Теряют Получают Тоже залп А Турука Таким образом Даже не знаю Что лучше Тут поглощают Дамаг Пошли Яматы Ой-ой-ой Раз Два Три Красота Какая А Лимиты Кончаются У них Одновременно Но здесь Очень много Красных вещей Осталось Тут Урука И 7 Да Он Плюс Разменялся Все-таки Надо Мулов Кидать В такой Ситуации Почему Мулы Не кидаются Кидаешь Мулов Чинишь Все Спокойно Ой-ой-ой Сколько здесь Мулов-то Свеженьких И все Они Лишаются ЦЦ И вынуждены Будут уехать Ой Они спалили Нижнюю базу Они просто Предали Нижнюю базу И викинги Сейчас пойдут Карать Нижнюю Ну Приземляться Что С другой стороны Здесь заезжают Гелионы Танчик Простреливает Что-то Но Тут Не все Так Хорошо Сбревается Нычка Взлетает Вверх Викинги Для того Чтобы Отстрелить Ой Сейчас С Торами Можно всех Викингов Потерять Вот С Торой Со Сплэшем Минус ЦЦ Хотел Сделать Там Мулы Помогают Ямато По Торам Красота То Какая Неописуемая Но У Туруках К сожалению Болельщиков Многочисленных Кончается Лимит И вот Учитывая То что Здесь Все Такое Красное Прекрасное Кажется Он Отдаст Часть Войск Еще Ямато Пошли Торов Убиваются Торы Ну да Лимит у Паши Значительно Больше И судя по всему Мы пережили Это 40 минутное ТВТ И победителем Здесь Оказывается Брэд Окей Да Торюк Пишет ГГ И выходит Сумасшедшие Вещи Правда Да Нет У меня А, кстати, зачем, если я могу через админку-то зайти? Смогу, пароль вспомню. Пока что-то не получается. Смогу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Батлы с грейдами разрывают мариков, кстати. Да, у батлов по умолчанию, кажется, двойка или даже тройка армора, и поэтому марики не очень против грейжных на армор батлов. Игра следующая, вот она, сразу, как только Паша вернется с этим, со звуком. Нет, Ямато не бьет по площади. Это такой эффект. А то викинги бы их не контрили, естественно. Понеслась третья решающая игра. Сейчас нужно счет поставить 1-1, а то как-то не очень хорошо. Добрый, добрый вечер, уважаемые игроки, игроки, зрители. Мы с вами смотрим предпоследний матч на сегодня, но следующий, вот последний, будет, наверное, самым сладким и самым эмоциональным. Из всего того, что мы видели за всю свою жизнь. Нет, за сегодня, скорее всего. То есть нас ждет Абвер против победителя, либо один, либо второй, и тот, и другой жестенький. Поэтому смотрим, смотрим, Кривас. Последняя карта, левый верхний и правый верхний углы они, соответственно, заняли. Риспы, получается, ближние, через камни так вообще. Бежать недалеко, тем более вот эта вот Зелнага является стратегическим пунктом. Контролируя пару проходов снизу и справа, и, соответственно, спуск сразу же на третью. Поэтому, скорее всего, горячей вот этой вот линией огня будет, именно вот так вот линия будет проходить. По границе первого естественного экспанда братка. И вот вниз, 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 вот так вот по Зелнагам. Хотя, кто его знает, браток может сыграть агрессивнее и самостоятельно поджать противника. Но камни в этом случае развернуты немножко не в его сторону. Нужно захватывать вот этот вот проход. Не очень симметричная, получается, карта, не очень равная. Потому что терран агрессор, который справа зареспаунился, ему давить проще. Ну, за счет того, что здесь такая вот клевая Зелнага. Ну и камни. То есть Паши лучше давить вниз было бы, да? То есть тоже через Эксп, через Зелнагу, через камни. И выход сразу на вражеский Эксп. Но учитывая то, что респы не такие, ему придется немножко менять, по крайней мере, стиль продвижения. Так, два КСМ встретились, они... Ой, Паша не увидел. Он не увидел, что КСМ вот отсюда вот уходила. То есть она не вот так вот шла, она шла вот так вот. И поэтому он обрек себя просто на скитание очень долгие по всей карте. Прежде чем найдет базу Турука, пройдет еще где-то минуту, минуту полторы, наверное. 3-10, запомню. Ну а здесь, ну а здесь браток играет в факту. Пока без реактора, но реактор можно подстроить после первого Марика. Ну или после второго Марика. А здесь также открывается Турук через Мариков и под реактором ставит сразу нынчик. Даже больше, чем полторы минуты пройдет. Он только приходит минуту спустя. То есть две минуты нужно, чтобы сделать разведку от одного Экспа до другого. Жуть, жуть. Неприятно же. Ну он, соответственно, ничего не увидит, потому что придет до того, как... Если Турук пришел и спалил все, что нужно, то есть он пришел до появления Марика, увидел, то браток до появления Марика не успел. Это плохо. То есть он сейчас находится в неведении относительно планов соперника. А вот противник его факту видел. Видел ли он лабы, пристраивающиеся к ней? Нет, не видел, конечно же. Снова через Геликов с адским пламенем. Сейчас будет Эксп поставлен на братка, как только он накопит, потому что стратегия такая уже у него получается, тоже как на... Шакура с плато. Потеряна разведка была только что на четырех морпехах. И вот она запоздала... Нет. Где она? Она сверху! О-о-о-о-о-о! Вообще Паша боится всего. Он боится даже нычку ставить в естественном месте, в таком типа защищенном, потому что общий вход здесь. Потому что не знает, что там может выйти. Турок проходит, Паша не видит, недоконтраливает морпеха, теряет морпеха на ровном месте. И тут гелионы без адского с морпехами и с медваком собираются проявлять первую агрессию. Здесь же по таймингу будут сделаны... Сделано адское пламя и, соответственно, без каких-либо проблем. Если только сейчас гелионов не отдаст, лол, недоконтраливает браток, теряет одного гелиона. Светит, видит. И заезжает. Ой, можно не отбиться просто здесь. Хотя ты как раз контролишь. Отчинивает гелика. Ой, хорошо, как турек контролит, а? Ещё мог вообще никого, гелионы не потерять. Ну, благодаря тому, что вывел рабочих, подчинил гелика одного. Тот не умер. Мог бы ещё второго, кстати, подчинить. Тогда вообще бы без жертв обошлось среди техники. Только марики подохли. Да, и в результате у нас тут нычка у ту руку уже работает, а у Паши, к сожалению, пока что нет. Единственное, что он может проявлять как раз вот агрессию такую, за счёт адского пламени. Какие поджигатели они, а? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Викинг садится. Здесь передроп. Есть медевак. Это может плохо сказаться. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Мало-мало-мало гелионов у Паши. Викинг начинает стрелять по медеваку. Какая непростая ситуация сейчас. Марики убивают викинга быстрее, чем тот успел сделать последний залп по медеваку. Это значит, что морфейки сейчас будут ещё лечиться. Пытаются засплитить юнитов. Вот вылетает второй викинг, но марики за это время успели неплохо там по... Там успели ещё парочку... Ну, дэмэджа, в общем, нанесли. Я не помню, убили они кого-то или нет. Ситуация не очень в самом начале для Паши, потому что он выступает в роли человека, который защищается в то время, когда у противника уже работает нычка. То есть, как бы, по логике должно быть наоборот. Если бы товарищ поставил экс-пранч, и тут не успел окупиться, то вроде как у тебя больше войск должно быть. Но, возможно, из-за раннего заказанного адского пламени, отданного гелиона, отданного марика, как раз вот этих вот юнитов не хватило для... для микро. Ой-ой-ой, сейчас, кажется, геликов возьмут в оборот. Хотя здесь подкрепление идёт. Ой-ой-ой, здесь очень многое зависит от контроля. Паша хорошо заезжает. Уменьшает здесь две сплэши и расправляется практически таким же. У него плюс два гелиона было, но он справился очень хорошо с адским пламенем. Здесь викинги зашли, взлетели. Видимо, перестреливали с гелионами, но это так. Паша наконец-то выходит на нычку. По-прежнему он проигрывает по лимиту, уже больше, чем на 10. Но сейчас будет наверстывать упущенное за счёт как раз начатой работе на экспанде. Выстраивается в линию сапплай. Не знаю, зачем здесь такую линию можно выстроить. Длиннюючая, длиннюючая. Уязвимую, уязвимую. Видимо, чтобы гелионы не проезжали. Но тут можно слева проехать ещё. Светит сейчас Турук. У него миллион просто машинок. И они строятся по четыре. С двух вектори под... Под... Много машинок, в общем. Сейчас может быть неприятный заезд. Хотя здесь тоже много машинок. Садятся викинги. И это перестрелка гелионы на гелионы. И... В которой... Паша... Ой, Турук, кажется, побеждает. Но он больше... Он выстрелился более грамотным полукругом. Плюс подошёл танчик, который начинает... Хороший дэмэдж по викингам вообще наносить. И сич уже есть. Да ладно. Вот это переворот просто. Хотя прикрытия у танка практически не осталось. И сейчас к нему... Но он всё равно. Три килл саус. Бел-бел. Четыре. Блядь перед смертью. Да, какая близкая игра-то. То есть они даже ещё... Это далеко ещё не макро. То есть они просто пытаются посражаться за... За каждую базу. Правда, Трюк выступает в качестве агрессора. Сейчас он понимает, что переборщило с давлением. Может просто поагрессивнее действовать в плане нычек. По лимиту снова плюс 10. Но чем выше лимит, если не будет таких существенных разменов, тем менее-менее он будет критичен. То есть относительно получается разница будет всё уменьшаться и уменьшаться. Ну, простой пример. Когда у вас преимущество с 50 на 40 и 100 на 90, это совсем-совсем разные вещи. Относительно. Так, викинги на викинги. Здесь Турука побольше, поэтому он и пошёл агрессивничать. Перестрелочка прошла успешно. Но это ничего не значит. У Турука было в прошлой игре гораздо более серьёзное преимущество. И он его успел отдать из-за заезда в Гелион. То есть тут игра-то только начинается. Позвоните Кузе. Так, ладно. 111, 94. Выход на третью. Да, на мэне рабов перевёл только что. Плюс 10 рабочих. Время работает на Турука, опять же. И агрессия, опять же, с его стороны. Именно с его стороны. Спускается он под экспанд. Пытается просочиться Гелионами. Просачивается. И танками тоже. Занимает неплохую позицию. О, боже ж ты мой. Неужели вот здесь он всё и... Нет, нет, нет. Паша сейчас будет выигрывать по воздуху. Нет, нет, нет. Прилетели ещё два Викинга от Турука. И теперь уже по воздуху выиграет. И заезжают Гелионы на Экс. Ой-ой-ой-ой. Выжигают несколько рабочих. Выжигают Гелионов. Но Гелионы Паши вовремя пришли толповать. И помогли. На границе. На границе оба стоят. Пытаются пробить сейчас справа камни браток, чтобы открыть второй фронт. Чтобы не было вот... Ну, чтобы была возможность просто проехать к человеку, например, Гелионами на третью. Чтобы пришлось здесь защищаться от Руку. 132 на 98. По-прежнему проигрывает Павел Кузнецов по лимитам. Пытается с... Да, выигрывает по воздуху на этот раз противостояние. И есть возможность заехать снова в рабов. У Турука он пока ещё этого... Ой, тут тоже заезд! Заезд заездов! Вот это да! Вот это хорошо сейчас будет. Три киллса, пять киллсов. Восемь. Девять. И четырнадцать напоследок. Когда вот переводят назад всех рабов на один минерал. Там, конечно, зачастую случаются самые большие фейлы. Прострел уже идёт СЦ. Сравняли сейчас по количеству рабов. Ниндзя Хату ставит Турук на пяти часах. И Паша решает сделать выход. Вот это смелый шаг. Сейчас он может подрезать подкрепу. Его палят на Золнаге. Не успевает разложиться. Турук теряет ещё два танка. Отлично! Палильщики Паши ликуют. Одновременно с этим перестрелка идёт. Танки на танки. Который недоконтраливает немножко браток. Но здесь двигается армия братка в атаку. Ну, правда, здесь есть разложенные танки. И рабочих-то, по сути, нет. Заезжают гелики на нычку. Боже, как всё горит! Нет! Нет! И, кажется, это всё. Потому что здесь не может продавить нормально браток Турука. По воздуху проиграл. Нычка третья не собирается. Здесь, кстати, тоже не собирается. Но с мейном перевести рабов. Тут 15 рабов на двух минеральных полях. Это же лол. Это же чушь просто какая-то. Происходит снова перестрелки. Но лимит всё увеличивается и увеличивается. Польза Турука 120 на 73. Нычка не добывает. Разменивается не очень хорошо Паша. Вот пытаюсь выбить эти танки. Но вот всё-таки выбивает. Слава богу. Так, тут он отступил. Танки чинит. Сейчас сможет сесть и продолжить... Вот он переводит рабов с мейна. Вот это хороший момент. То есть сейчас можно возобновить с обычной этой базы. Но сколько здесь танков? Посмотрите на количество... Одинаковое вообще количество юнитов. Потому что там 7 танков, 7 танков. 6 гелионов, там 6 гелионов, вот стало 4. И только по викингам Блюз-3 выигрывает Турук. Свет на свет. Танки перестреливаются. Вот здесь вот эта ниндзя-хата, она, конечно, очень сильно решает. Туда именно Турук переводит свои войска. Зная, что сюда вот чаще будет заезжать. Здесь гелионы воюют за сферы влияния на Зеллнаги. Да. Игра, конечно, сверх напряженная. Но сейчас по количеству рабов 70 на 35. То есть на 35 рабов два раза просто проигрывает браток по экономике. Начинает добывать полностью нычка снизу. Экспант тоже работает. Пробует Турук обойти снизу. Попадает под огонь разложенных уже танков. Маневр не прикрыт... Ну, то есть беспалевно совершить не удалось. Ну, разменялись танки на танки. Он открыл с другой стороны проход абсолютно свободный на нычку. Но здесь есть подкрепление в виде Тора, танков и гелионов. Ой, как тяжело сейчас Паша старается. Еще один ЦЦ ставит Турук. 150 лимита на 80. Лимит у него увеличивается. У Паши остается на таком же самом уровне, как и был. И выход еще один. Гелионы встречаются и умирают. Пытаются выстроить хоть какую-то линию фронта, строенную. Но здесь Торы там начинают танковать вместе с гелионами. И выбивается вот эта вот группа войск. Минус два танка. Еще минус три танка. И еще минус три танка. И занимает ключевую позицию сейчас Турук наверху. Ничего ему не мешает переразложить танки, подойти под ближе. И занять вот этот вот верх. Складывается браток. Очень неудачно складывается. Это видит Турук. О, боже. Сейчас можно давить. Да, он видит, что может занять справа нычку. Как все плохо. И просто такое впечатление создается, что просто давит, душит. Сантиметр за сантиметром отвоевывает Турук. Сам хамит при этом карту. Добавляет газилки. Кстати, как там по АПМ у нас. Оба кликают хорошо, но... В среднем... В среднем даже Паша больше кликает. Одинаково, короче говоря. Тут все, берет уже в кольцо армию братка Турук. И сейчас, кажется, собирается давить. Нет, он подраскладывается под базу наверху, чтобы простреливать вот эту вот рампу, проход, подкрепление. И еще такая подкрепа едет. 150 лимита на 80. Судя по всему, именно Турук будет играть с Аббером в следующем туре. И заходит, заходит, начинает постреливать. В общем, такая ситуация плачевная. Просто отрезает. Отрезает вот это вот подкрепление, которое могло подойти. Оно не может спуститься, потому что все простреливается. И открывается еще один фронт. Наверху. Здесь нычка в это время. Турук чувствует себя в полной безопасности. Увеличивает разницу по лимиту. 160 на 96. Тут пошел дроп двух гиллионов. Танки складываются, чтобы не забрить друг друга. Ой-ой-ой. Турука дает танки. И атака. Атака. Последняя атака, похоже. Слишком большое преимущество у Турука. Он сбривает все танки. Да, его банально больше. Часть войск у братка наверху. Разложено. И тут уже можно... Не сдается, Паша. Не сдается. Он предполагает, что у противника три базы. Что если сейчас он этот вот дроп сможет, сделает, залетит... Ну тут рабочих миллион вообще. Пофиг. Запер уже на своей собственной базе. Теперь дроп идет на нычку. Здесь огромное количество рабочих. О боже. Давайте в линеечку выстраиваемся. А, решил запилить просто. О, контроль, Паш, как никогда не контролил. Ба-бах. Сколько у них макилсов? 7, 8. И спас еще. То есть Паша не выходит, исходя из логики. У него закончился экспант, у меня еще качает. И если у него нет другой нычки... А, у него есть другая, но если только одна, то я молодец. Но тут, к сожалению, вот эта вот база и вот эта вот база. Ничего ты с этим не сделаешь. Пытается выйти, браток. Его палят, светят, перестреливаются танки. 150 на 70. Добыча практически уже не ведется. 50... 500 минералов на 1200. И это при непереведенных рабочих. Вообще-то тут рабов надо перевести. Вот они, поехали. Вот она, вереница моей мечты. Там 19 рабочих. Паша пытается поставить ниндзя-хату. Вообще, боец, конечно, боец. По рабам 68 на 19. Разница в 50 рабов. А он не сдается. Немного трагизма он тут навевает. Потому что, ну... Мы-то... Тут... Ну, тут уже... Да... Турок еще чекает нычки все. Переводит рабочих. У него раскачанная нычка сразу стала в правом нижнем углу. Инкам увеличился до 2К. Здесь мулы начинают добывать. Но вопрос только времени. Ой-ой-ой, викинги... А, викинги против Торов. И против викингов не очень хорошая ситуация. Паша пытается контролем выправить... В свою пользу ситуацию. Ну, там уже пофиг. Там по 3 викинга делаются. Трой играет на атаку техники. Такой трагизм. Так печально. Еще нычку ставит Турок. И вот он палит Тором. Экспанд, братка. Одна из последних надежд. Но сейчас Паша не должен выходить. Правда, у него нычка последняя. Ну, мейн-то давно закончился. Да, ГГ. ГЛ. Ну что ж, можно поздравить Турука. Он очень четко отыграл и первую, и третью игры ТВТ. И сейчас Абберу предстоит сражаться в последнем сегодняшнем матче в рамках Кубка Kingston SSD именно с Туруком. Да. А я хотел... чтобы Паша стал чемпионом мира. Нет? Ну нет, так нет. Чет пока не работает, судя по всему. Да, Локи нет онлайн. Пишем ГГ, выходим, написал товарищ. Да, Паша молодец, конечно. Борется до конца, пишет Растакот. Не то, что всякие ядры. А что ты наколдовал фпс? Да, я наколдовал фпс. Сейчас нет проседаний фпс. Все кодируется в два потока с HD. Повысил качество до высоких и ультрах в текстурах. Виной всему была какая-то, видимо, несостыковка иксплита с USB-шным микрофоном. Может быть, что-то внутри с архитектурой. Но есть еще пара аутов, как эту проблему пофиксить. Турук, люблю тебя, написал Кселерон. Турук, красава, написал Фуке. С чего бы это вдруг? Очень интересно. Видимо, их что-то объединяет. Ладно, друзья, сейчас у нас будет самый последний, самый интересный матч по Старкрафту. Это Турук, Абвер. Пока стоп записи поставили на Овнеде. Турук и Борода до открытия этого турнира. Согласен, кстати. Хорошо играет. Оставляйте комментарии внутри новости Кубок Кингстон ССД. Работают два стрима. О, он и ты, Джастин. Чем оплакивать братка? Лучше порадовались за Турука, говорит Редайт. Он всегда его критикует. Один из таких вот характерных пользователей. Парень действительно отличный игрок. Показывает Амайкер. Ой, браток, ой, браток. Конечно, конечно. Турук молодец. Мы его хвалили неоднократно во время. Просто его было жалко с той точки зрения, что половина игры он терпел и тихо умирал. Вот и все. А почему Джастин, а не Ютуб? Ну, наверное, потому что Абер хвалил Джастин. У него как раз премиум аккаунт. Говорил, что когда он стримил, у него не было никаких проблем. И, соответственно, дал мне свой ак. Не понимаю, что с братком на РПЛ-4 в ноль сбривал этого Турука, а тут, не знаю, может, этот переход. Нет. Скорее всего, тут несколько вещей. и Турук поднялся, и у братка, может, с тобой-то какие-то проблемы начались. Так, там уже следующая игра. Да ладно. Абер, вот он, Абер, мои мечты. Да, это Абер. А, и Турук уже здесь. Я хотел сказать, Абер. А, нет. Абер, тащи. Чемок. Ну, Турук все равно этого не видит. Хотя, давай, Миша собрался, давай не будешь, что болеть за Абера. Хорошо, хорошо. Я постараюсь сохранить нейтралитет, а то ведь Василий напишет в комментариях, а чего это ты за Абера болеешь? Фу. Майкер болеет за Рокскиз. Ммм. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Постыдился бы. Ой, некрасиво. Если серьезно, я, конечно, постараюсь хвалить и того, и другого, и третьего, и пятого, и десятого. И хвалить, и журить, и журить, и хвалить. В общем, как обычно. Сейчас я единственное убежусь в том, что идет запись, все хорошо. Ну, сохраняется все на локальное, конечно, но... А, на Джастин уже пишется еще. В общем, мы ничего не потеряем. Итак, последний матч на сегодня. Очень, очень важный матч. Счет 0-0. Турук против Абвера. И это, друзья мои, хорошие, это малый финал лузеров. Он называется, кажется, так правильно. То есть, победитель выходит в... Как он называется? Объединенный финал? или там... большой финал лузеров. Там несколько названий. Играет с Аристео. То есть, тот, кто побеждает, он уже входит в топ-3. Вот, давайте просто. Сейчас у них игра, кто проигрывает четвертое место, тот, кто выигрывает, минимум занимает топ-3. И сражается, соответственно, сначала с Аристео. За... Право играет за топ-2 и топ-1. То есть, гарантированно занимает уже топ-2. И потом играет с... победителем, чемпионом Сия Руси и топ-1 СНГ Дмитрием Костином АК Хэппи. Дмитрий молодец, безусловно. Самый, наверное, стабильный игрок. По результатам, в том числе, и кубка Kingston SSD. Интересно, спалил ли Турук? Нет, он не выводил рабочего, поэтому вполне вероятно, что он даже не спалил, где находится Абер. Абер заводит рабочего внутрь. Да ладно! Заводит раба внутрь. Оверлорд облетает. И хата у Абера ставится 16-ая. Видимо, из-за ранней разведки так получилось, что деньги накапливаются только к более позднему рабочему. Да, идет Харас, легкий Турук отбивается без особых проблем. Туда-сюда подпиливает своим буром КСМ-овским. Абер покусывает своими клешнями скользкими. И, судя по... Газ он увидел, понял, что не по СЦ. Это может быть все что угодно вообще сейчас. Так, Марик выходит. КСМ-ка встречается с дроном. Блин, я так переживаю, я так переживаю. Просто как, я не знаю, как школьница просто. Как фанатка школьницы. Ладно. Ладно. поставил все-таки ЦЦ-шечку. Закрылся ЦЦ-шечкой. Какая-никакая стенка получается. Три Марика грозно стоят внизу рампы. Один причем спиной. Он настолько сыров, что ему, в принципе, даже... Интересно, а есть же время перед выстрелом, когда Марик поворачивается? Скорее всего, нет. Потому что тогда шаг-выстрел, шаг-выстрел не очень бы хорошо работал. То есть выстрел происходит мгновенно с плеча от разворота. Может, у них уже пули самонаводящиеся. Кто их знает? Как в пятом элементе, вы помните? 28 лимита у Зерга, 26 у Терана. Пошла саночка против Елеона. Файбер действительно не знает, чего ждать от противника. Тут идет подмена, подмена понятий. Турук идет в... А, вот так вот. Гелеонов с Сиджем. А, нет, отменил с адским пламенем все-таки. Прикольно. Абвер-дефинсица от всего, Лаэр пока не делает. У него тут и собаки с мувом, и плеточка, и эволюшн, чтобы не заезжали так просто под минералы. Хотя его вроде как правее надо поставить, но правее, тогда он минералы сгораживает. Дилемма. Побежали первые псы медленные, вот они уже быстренькие, быстрые выросли. Крылышки, бункер, барак, гелеоны. 38. Ой, залетает оверлорд, умер оверлорд. Интересно, увидел ли Абверд ццшечку? Не увидел он ццшечку. Поэтому трюк спокойно ставит нычку, ничего не опасаясь. При этом у него есть гелеоны, адское пламя в прогрессе. или в процессе. Здесь опухоль ставится на мейне, чтобы проще было отбиваться от дропов перед дропов. Ну и в свою любимую технику турок выходит. Как же иначе? По рабочим сохраняется незначительное преимущество в пользу зерга, учитывая то, что есть гелеоны с адским пламенем, то есть есть высокая вероятность того, что... Так, собаку спалили, спалили с красным пламенем пока что, через секунду появилась синяя. Чекает золото. И гелеоны заезжают всего два на две санки, как-то не очень. Но они не спалили, что у них адская есть. Так, подождите, сейчас я быстро посмотрю. Турук, Турук, Турук. А, он Аристео проиграл 1-3. Вот, вот. Аристео на Венрах проиграл в полуфинале. Аверселил Хэппи, а Турук проиграл Аристео. Пошли Торы, Грейт на армор, Роучи со стороны зерга Грейт плюс 1, Макрохата на мэне. Лейра все еще нет. То есть вот настолько он макрит зерк настолько, что у него даже на 5 рабочих меньше, чем у Терна. Суровая макро от Абера. Я даже не знаю, с чем это связано. То есть что не так? Что же не так? Ну, у Терна вообще-то достаточно быстрая нычка была, так что тут не стоит пенять. Ой-ой-ой-ой-ой, гелионы, гелионы, гелионы заезжают, видят опухоль, палят синее пламя. не отменяет Абера опухоль. Появляются первый Тор, морпехи, лимиты равные 76 на ой, на 81 уже. Но тут цеплай-блок у Абера получился. Не может он ничего построить, к сожалению. Макрохата, квина. Ага. И что, собирается делать выход Турук? Судя по всему, да. Так похоже. То есть и под грейд на броню, наверное, он собирается делать выход. Опасненько, опасненько. Да, и выходит, выходит Турук. Ой-ой-ой, опасный момент. Видят этот выход собаки с рабочими, с мариками. Торы нужно срочно заказывать роучи, но роучи без скорости. Квина пытается выиграть время, отменяются опухоли, убиваются опухоли, не отменяются. Торов с гелионами и садским никак собаками не съесть, вообще никак. Армор там сразу двоечка получается. И собаки наносят три урона, жесткие три урона. А роучи нужно довольно много, чтобы отковыряться от этого всего, поэтому задача Аггера сейчас терпеть, а Турюка давить. Две плетки помогают, собаки бросаются в бой. Много-много квин, очень много квин. Накидывается с тараканами на Тора, покусит, перепокусил, убил одного, но роучи падают. Квины пытаются отхильнуть, пытаются убить второго Тора, перекапываются плетки, минус второй Тор, марики остались, кстати. Подходит третий Тор, красавчик Тор. Ты такой серьезный, и четвертый, давай, нападай. Но по лимиту вроде разменялись, даже не знаю, как разменялись, не знаю, зачем Амберт это дает. А, вот он собак подстроил и убивает Тора сами оставшихся. Но лимит у них равный. 68-64, 70-64, небольшой плюс в пользу Абера, но учитывая то, что они играют 2 в 2, то размены, наверное, в пользу все-таки. Сейчас нужно рабов штампануть штук 20. Тут же 10 делает Абер, видимо, у него личинок больше нет. Потому что такие выходы терны, если ты принимаешь. Следующие случаются, как правило, ну, по крайней мере, не в ближайшую минуту. Это значит, что следующий подзаказ рабов у вас полностью окупится, потому что рабочие как раз окупаются за минуту. Если им есть что добывать, естественно. А тут есть свободные минералы. Более того, Абер освобождает нычку на золоте, делает плюс 2 закопку и перемещение под землей. Со стороны Турюка, третья нычка, Торы, Гелионы, профилактический выход на Золнагу, для того, чтобы спалить, видимо, собаку. Возможно, к нему зашли бы сзади, а он таким образом сделал хопа и разведывает, что к нему идут или не идут, сколько идёт. Роучи отдаются на Торах, на Гелионах. По мобильности проигрывают, по крайней мере, последним. Здесь уже раскачанная третья база у Абера. Точка сбора бедовая, макрохата живая, 118 на 101 и Турук выходит на золото. Это важный такой момент, принципиальный, я бы сказал. Так, Гелионы, Абер, наверное, специально не отменяет опухоли, просто вот не отменяет он их и всё. Сейчас появляется третья база у Терана, открывается новый фронт, с одной стороны, у Абера есть третья база, строится четвёртая на золоте, но ему, так как знаменитому таракановоду, роучеводу, нужно думать о том, как разменивать тараканов по выгоднее на всю эту гапшу, разложенную тамки, торы, вот это вот всё, всё дело. Поэтому либо Нидус, либо дропы, либо диверсии вот такие вот закопочками, да, ползёт он роучами. Интересно, что из этого получится. Он собирается давить роучами. Тут туретка сейчас доделается или не доделается. Абер сбривает туреточку для того, чтобы проползти роучами, попробовать, видимо, да. а туретка всё равно достраивает. Оно того не стоило. Так, и пытается сейчас проползти бачком, 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 но его спалят. Здесь у нас есть пёс, который контролирует следующую базу. Роучи проходят беспалево мимо туреточки и пробовать зайти на мейн. На мейне Tower Defense, Supply поднимается, опускается. Один роуч закапывается. Ну, это развод на просветку просто. В одно место ты не можешь просветить, потому что... А, там туреточка стоит. Найс! Красота! Брюшные мешки. Дроп собирается делать Абер. Турюк штампует технику, мощную технику с грейдами 2-2, танки, торы, гелионы. Всё очень серьёзно. Очень. При очень. Абер выходит на пятую же нычку. Золото у него раскачанное. Парабам, наверное... Да, Парабам уже 85 на 64. Колоссальное преимущество у Зерга. Роуч подошёл и закопался под танком, а там туретка спалила. Вот, но зато этот Роуч Василий слева убивает КСМ-ку. Раз. Ой, на танк сагрился. Ну... Закопался. Абер контролит, старается, видно. Брюшные мешки, яма заразителей, грейд на армор. Два грейда на атаку есть. Вроде как они вровень идут. Более-менее. То есть ресурсы копятся и лимит тот, который хотят есть. Абвертурюк, Абвертурюк. Сейчас должны быть разводы, но этого ждёт Турук. Он патрулирует своим гелионом наиболее вероятные места. Здесь Оверлорд гадит на четвёртой базе плюс закопанный пёс. То есть это довольно долго придётся... Во-первых, ты сначала отваживаешь Оверлорда. Это комплексная такая тема. Через минуту спадает слизь. То есть задержится на минуту. После этого ты узнаёшь, что там собака. Вынужден потратить просветку на это. И... Ой-ёй, дроп! Большой дроп! Роучи! Увидел, что здесь вся основная армия террена и решил дропнуть на мейн. Тут всего два викинга. Дроп пройдёт, безусловно, 200 лимита Абвера. И огромное количество роучей падает на мейн. Огроменное. Он начинает... А, он будет гадить сейчас, как говорил. Помните? Сейчас всех рабочих типа убьёт, СЦ взлетит от роучей. Но нет, здесь слишком много пришло ту руку. Танки, правда, не разложены. И размен идёт довольно неплохой, хотя... Хотя весьма и весьма спорным. Слишком много мяса от зерга. Два шпиля добавляет. 30 роучей в заказе. Минус... Ну, часть рабочих на мейне. Совсем не существенная. Совсем не существенная. И смотрите, здесь сгоняется слизь. Вот уже, казалось бы, турик хочет поставить нычку. Смотрите. Оп, ставит. А, нельзя. И ещё он должен потерять где-то полминуты для того, чтобы прийти, блин, просветить вот этого пса чёртового. И сесть только. Таким образом, Оверлорд со слизью плюс собака чаще всего задерживают нычку на... Ну, где-то на пару минут. Не прикольно, да? А, ещё на просветку разводят. Сейчас же свет пойдёт. А как иначе-то? Туретка-то не видит. Поэтому свет. Минус 270 минералов ещё. Так, роучи собираются зайти слева. Ой, проползают, проползают под бараком. Барак не готов. Одновременно с этим дроп на мейн. Викингами он не сбреется снова. Дурк должен разделять свои войска как-то по грамотному, чтобы отбиться и там, и тут. Роучи реально много на мейне, но здесь разложенные танки. Ой-ой-ой, сколько мяса! Роучи подбегают, пытаются вырубить танки, но здесь их очень-очень много. Минус один, подкапываются под вторые. Под вторую часть уходит на рабочих. Здесь роучи тоже пытаются выиграть время при помощи закопки. Часть идёт просто в лоб. Вот, и тут, конечно, что у нас там по потерям? Зерк значительно больше потерял, но учитывая то, что у него половина карты в рабах, 80 на 50, ему выгодны такие размены. То есть просто пропорционально можно смотреть количество получаемых ресурсов и смотреть, сколько ты разменял. И если разница будет плюсовая, грубо говоря, да, то круто. Слушайте, круто. Потери помогают оценить ситуацию. Сейчас будет резкий выход в мутку. Ё-моё, грейды 1-1, первые 6 муталисков, но газа нету. Газ обверкачает. Сколько у него мута уже? 27 муталисков! 27! О боже ж ты мой! А там совсем не готов к муталам. Ну, кроме к Торов, конечно же, но забывают ещё часть муты. Вот 3 муталиска здесь, например, да? Залетает, убивает Туретку, убивает танк, залетает на нычку, минус ещё одна Туретка, ещё одна Туретка. Конечно же, нужно Торов привлекать. Просто через атаку убивает Абвер ЦЦ. Здесь ещё дроп и 4 роуча в закопке. ЦЦ минус. Минус также много рабов. Здесь выкопались роучи. Диверсию устраивает в разных сторонах, в разных частях карты Абвер. Разница по рабочим уже в 2 раза. В 2 раза! И брудлорды пошли. Ё-моё! Какой всё-таки Абвер-жойстик. 2 грейда на атаку. Ещё роуч, смотрите, зашёл, начал по Туреточке стрелять. Не-не-не, рано-рано-рано-рано-рано. Очень рано Женя радуется. Видимо, ты не видела, как Абвер-эволюшн на ВЦГ отменил. Ещё можно затерпеть. Мутки реально очень много. И собрал он даже муталисков отсюда. 28 муталов. 28 муталов. И главное, что... Ой, выходит сейчас с шестью торами и большим-большим лимитом терран 180 лимита. Там, правда, делаются уже брудлорды. Я не вижу, как в принципе может... Да, и сейчас вал-ин пойдёт Турук, просто потому, что мута прилетает на мейн. Он понимает, что, ну всё, это уже будет минус мейн. Возвращаться невыгодно. И делается выход. Аббер видит этот выход собакой на зелнаге. Тора возвращается на мейн для того, чтобы отбить немножко мутку. Чуть-чуть. Недоконтраливая здесь Аббер видит Тора. Через мув летит, теряет довольно много мутки. И летит дальше, видимо. Убивать пристройки, убивать всё. Здесь у нас саночки. Есть брудлорды, но их не так много. 8 штук всего лишь. Поэтому, скорее всего, Аббер просто будет менять... Ой, Торы вылетели! Торы вылетели могут, но тут мута не в стэке. И Торы бьют по разным частям. Минус 2 Тора. Минус золото делает Турук. Хорош! Хорош! Сейчас можно вообще прокатить. 165 на 156. Совсем-совсем равненький лимит получается. Разница в 10, учитывая то, что там разница по рабочим колоссальная. Боевого лимита у Аббера не так много. Как справляться с брудлордами? Как с ними справляться? Мута всё ещё занимается фигнёй на мэне. Только сейчас была получена команда мэйдой, мэйдой. И вот они, брудлорды, пытаются отбиться от Торов с танками и с викингами. Караптеры пытаются отстрелить викингов, которые тут постреливают. Но Торов реально очень-очень много. 7 Торов. Но налетает мута, вернувшаяся с мэйна, и привлекает к себе внимание. Торов остаётся всё меньше и меньше. От 8 осталось 5-4. И кажется, всё-таки Аббер отобьётся. А это значит, что у Турюка не осталось собственно баса, и он, к сожалению, гэгэ, вот это игра, вот это игра. Хорош, хорош. Жалко, я не вижу, как взрывается чат, потому что чат не работает. но это красота, красота. А, там ребутнул сервер Локи, скорее всего, чат заработал, поэтому я быстренько в чатик наш, в уютненький. Да. Чат работает. Ребята, давайте назад в чатик, там 190 человек всего лишь. Где наши тысячи? Камон! Чатик такой, 200 человек в чате, 4,5 тысячи зрителей. Да, так он развлекал, так он шатал, такой он медведь, блин, шатун. Надо ему клишку дать, шатун. Я твой, мейн. Ну, неважно. И Женя тут, конечно же, вообще не вступает в чат. Ты чего? У меня пора... Оти-пути, Абер-умничка, Абер-молодец. Оба хорошо играют. Ты игру даже не видел, а тебя не было в комнате, когда игра шла. Что это такое? Я тебя сдал, ха-ха. Такой ты, лол. Да. Ну, это, конечно, это, конечно, красиво было, красиво. И начинается вторая игра у нас на карте. Талдарим-алтарь. Всем еще раз добрый-добрый вечер. Пол-двенадцатого у нас в последней матче на сегодня Кубка Kingston SSD. После этого будет ночное прохождение Dead Space 2 на нереальном уровне сложности. Вторая половина игры, которую мы не видели еще в глаза. Труборез, мясо и прочее. Ну, а пока... Пока трансляция на Джастин Овнет 2... Ну, то есть, 1-0 ведет сейчас Абвер. Надо счет поменять. Прошу прощения, я именно из-за этого ушел. Да, вот теперь в чате 1100 человек. Вот это я понимаю. Да, Абвер Мачи! Ге-гей! Классная игра! Раз! Ноксвильд что-то тут пришел. Тоже флудит. С желтым ником. Да, уже 1300. Дошло сообщение до пользователей, которые смотрят Овн. Там задержка больше минуты. Да, есть же! Так и хочется сказать. Вообще, такая мясная игра. Что один, что второй. То есть, с одной стороны, и лимиты растут, и нычки, и вот эти вот оттягивания, и эти дропы, и эти разводы, и туда, и сюда. Фух! Сейчас нам просят опять поднять и рестартануть Овн. Доски 360. И отвлекусь еще на 10 секунд, чтобы сделать это, и вернусь в игру. Готово. Итак, противоположный респыт, Алдарим Алтарь. Я очень хочу, чтобы здесь было макро, чтобы здесь было мясо, и с одной, и с другой стороны, чтобы было непонятно, кто же, кто же. Им на чудесах, на креативе, на бешеном микро выигрывает кто-то. Вот, стеночку делает Турук, это все-таки Талдарим, как мы видим, такой весьма, весьма с узким проходом, я вот не знаю, это не ладерный Талдарим. И? И что же? Что же будет дальше? Ну, газу Турук качается, поэтому... А, вермешал сделать пристройку. Ха-ха, долгое время стоял такой. Лучше бхату поставил, вообще, выгодно экономически. Сто минералов теряешь, зато барак заставишь прилететь. Опа, профит. Ай, рабочего убивают! Вдвоем запилили, опять же, бурами. Два КСМ маленького, бедненького дрона. У них такие добрые глазки, если вы не видели. У дрона. Ой, у него много глаз. Нет, это в первом старкафте они были добрее. И через рипера открывается Турук. Очевидно, это у нас будет ЦЦ-шечка. А, это застройка! Да! Вот это агрессив плей! Выводит сейчас рабочий хаббер, висит у него оверлорд, но он пока не знает, что его будут застраивать бункерами. Бункерами и риперами. Вот это да, вот это прикол. Пошли собачки, первые четыре штучки. Рипер придет к тому моменту, когда будут собачки. И вот эти вот три КСМ уже задумали неладное. Задумали они что-то хитрое. Хитрый план. Построить бы нам бункеры. Как это лучше сделать? Вот здесь вот можно застроить? Нет, лучше наверху. Наверх, наверх! А там уже три бункера и собаки встречают этот план. О боже, нас приняли, нас предали! Кто-то из этих троих точно был казачком. Рипер запрыгивает, где мои бункера, где мое прикрытие. Я не хочу к собакам один. Ой-ой-ой-ой! Рабочие идут подсвечивать. Ой, но Рипер красавчик, конечно, нарезает двух псов. Выходит Квина. С Квиной, конечно, попроще будет. Она уже начинает лапкой-лапкой бить КСМ-очек. И с Рипером тоже разговаривает нормальный Турук. Вынужден отменить Рипера. И в результате он очень сильно отстает. Во-первых, он не добывал тремя рабами, он потерял рабочего. Абер впереди по рабам, у него раньше нычка, и здесь только-только ставят СЦ. Вот так вот. А такой хороший Чис вырисовывался, такой прям хороший. Добренький такой. Пришел, застроил профит. Мы видели не раз. Вот если бы три бункера хотя бы начали строиться, и здесь не было бы собак, и Рипер бы прыгнул. Все, Иши пропала. Чуть ли не минус хата. Ну или по крайней мере нужно достраивать собак, брать второй Квину, танковать, забегать, терпеть. Три Рипера сейчас идут. Собаки тут ждут четыре штуки с одной стороны, Квина с другой. А запрыгивать наши молодцы, они все по трое ходят. Что КСМ-ки, что Турук, что Риперы такие затейники соображают на троих. 44 лимита. Первый Роуч появляется. И запрыгивают Риперы, и сразу молниеносная реакция от супер бешеного Абвера. Он дает двух рабов. Ну правда теряет Турук Рипера. Ну фиг знает. 28 рабочих на 22, здесь собаки ждут еще одного забегания, им весело, они тусуются вот в этом месте. А тут полетели первые мулы, мечка начала работать, строятся станции наблюдения, разница в уже в 12 рабов. На данном этапе это, конечно, очень-очень жутко. Никакие мулы не покроют эту разницу. Хотя нет, 4 брошенных мула сразу же покроют. И вот два Рипера пробуют запрыгнуть, но тут собаки-барабаки по таймингу просто раз-два и поймала только одна. И собаки отдаются. Красавец. Правда, выходит Квина, тут же делает удары лапкой, убивает одного из двух Риперов, выходит Роуч, обрекая просто этого Рипера на ничего не сделание. Просто он ничего не сделал. А это печально для Рипера, потому что всегда нужно стараться. Ему хотя бы одного раба нужно убивать. Всегда. Чтобы жизнь была прожита не зря. Здесь идет легкий подпуш, отрезает еще КСМ, то есть Сабер заставляет, подрезает Мариков. Нифига себе он обнаглел. Стреляет по лабе, лабу чинит. Он стреляет по рабочим, которые чинят лабу. Тут Сиш просто делается в пристройке. Он сделается. Вышел танк, ну все, это не честно. Роучер уходит, танчик смеленький такой раскладывается. И это только завязочка, понимаете? Вот это вот раш с бункерами, этот с с Риперами, поджим с тараканами, это все вот такие вот притерочки. Они настолько суровые, что вот таким вот образом делают разведку. Притираются друг к дружке. Третья хата пошла у Абюра, 41 рабочий на 28, разница по рабочим сохраняется. В пользу Алексея Друнина, но там у нас, ой, мулы летят, прям парами летят с небес. Мулы, и, конечно, они фиксят добычу. Сейчас вот не было мулов. Сейчас перенесут два мула, и сразу подскочат на соточку. Пинкам. 1100, 1300. Ой-ой-ой, собачки словили, 1400 там уже пошло. Собачки словили от залпа танка. Макрохата у Абюра. Здесь у нас выход в снова технику, но вот баньши, это такой юнит хороший будет для хараса. В прошлый раз баньши не было, соответственно, здесь посмотрим, удастся ли... Ой-ой-ой, тут мутка у Абюра. Нифига себе. И баньша сейчас палится на оверлорде. Лол, видит ли это Абвер? Видит ли это Абвер? Не видит. Он с опухолями разбирался там. А что у нас там с опухолями? 4 растет, 2 я отменю. Угу, окей. Нет, может он настолько суров, что увидел до того, как я переключился еще. Может там все уже схвачено. Баньши? Да, конечно. Это понятно. Но баньши летит на третью базу. Третья база, правда, уже сделалась. Тут толку никакого не будет. То есть она ее не отменит. Слизь расползается. Рядышком можно в крайнем случае к вину подогнать. Оверлорды разлетаются на разведку. Но какая разница, если ты не чекаешь разведочку оверами. Ой, баньша! Думает Абвер. Блин, ну ё-моё. Сам чекает третью базу, переводит рабов вместе с двумя квинами. Рабы как-то пошустрее оказываются. Квин перегоняют их уже, ну, где-то на полпути получается. Рабочий сразу ставит газ там, плёточку. Приходит квина. Баньши решает с ней перестреливаться. Вторая баньши прилетела. И вот она, вот она. Разменялись один в один, но тут придется потерпеть Абвер. Хотя есть еще одна квина и даже, нет, потерпит квина, не до контроля Абвер. 23 хпшечки у Баньши осталось. Смотрите, какое кольцо плотное взял Абвер. Он, во-первых, залетает оверсиром на мейн, видит, ага, это техника. Делает грейд первый намутку. Кстати, я хочу сказать спасибо одному товарищу, правда, не знаю его никнейм, неизвестный герой, хотя нет, известный, могу уж мыле посмотреть. Зло Казан. Да, точно. Он прислал очень любопытную табличку, по поводу мутки. Я вам даже ее покажу. Смысл заключается в том, что, оказывается, после первой атаки на муту рикошет дальше не грейдится на второй и на третий. Чик. И второй факт, даже если у юнита будет масс брони, рикошет будет наносить единицу урона. Все. Теперь зерги такие. А-а-а-а-а-а. Ну, понятно, понятно. То есть, понимаете, да, просто Близзарды взяли и сделали, что рикошет, ну пусть он, будет он грейдиться или не будет грейдиться. А давайте сделаем, что он будет грейдиться на первом грейде, а на втором и на третьем не будет. Всех обманим. Так, а тут у нас идет выход, лимиты более-менее равные. А вот куда это выход? На третью базу или на тр... или не на третью базу. Вообще, психованный какой-то выход. Так. Абвер видит выход. Такой, что такое? Что такое? Роучи возвращает. Мобильный отряд собак и муты ведет в атаку на развод. Ну, типа, быстрее прибежать к противнику, чтобы... Чтобы... Да. Нидус пошел. Да ладно! И забегает... Залетает мутка. Залетает мутка. На Тора в кучу. Нидус пошел на мейн. Забегают псы. Это размен базами? Да ладно! Тут мута терпит на Торах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нидус пошел на мейн. Какое обострение! Квины пытаются отковыряться. Сгорают. Линги. Роучи. Здесь слизь. Мутка карает. Минус рабочие на экспанде. Минус рабочие на мейне. И перекидывает все свои войска через Нидус. Нет, не перекидывает ничего. Абберт. Просто часть войск. Перекину. Роучи отдаются. Все. Короче. Короче, я не понимаю. Это размен. Но, судя по лимиту, размен не в пользу Турука. Конечно, по парабам плюс 50. Блин. У них одинаковый боевой лимит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Улетает. Пытается улететь Турук. Но Мутка карает. Здесь собаки съедают все. Квина стреляет по ЦЦ. У Аббера есть нычка справа. Но его мейн покарают. Естественно, покарают мейн. Он делает еще один Нидус для того, чтобы эвакуировать рабочих с мейна и к вину. Идет карательный отряд сюда. Срочно, срочно. Сос. Мейдой, мейдой. Спасаемся, пацаны. Успеем или не успеем? Прыгаем в Нидус. Не успевает прыгнуть в Нидус. Теряет большое-большое количество рабов. Зачем строил? Непонятно. Выходят оверлорды, которые, безусловно, здесь тоже сильно-сильно потерпят. Ой, какое количество оверлордов. Сразу Торы начинают находить себе занятие. Мутка убивает космопорт. Здесь Фактау улетает. Хату ставится. У Турюка база не восстановлена. Все здания подсвечены. Это барак. Это Факта. Минералов нет для того, чтобы построить даже газилку чертову, потому что он чинил своих... Нет, он построил. Построил барак. Вот здесь построил барак. А у Абвера есть хаты и добываются здесь ресурсы. В общем, размен, кажется, все-таки был в пользу Абвера. Если бы он еще спас рабов по мегаплану через Нидус, то было бы совсем все шикарно. Собирается он сделать шпиль. Сделает шпиль. Лимит отрицательный, чтобы хочет заказать мутку. Есть, да, по юнитам 4 Тора, 3 Танка, 8 Мариков, Банша, Викинг против 8 Муталов, 10 Роучи и 34 Собак. Идет, карает базу снизу. Шурук. Агрессивнейший размен. Нифига себе, они жестки разделились. Мутки с Квинами, чтобы быстрее убить те строения, которые у Терна остались. Минус нычка. Здесь закопанная Квина, просветки нет. Закопаны еще 3 Роба. Ой, Квина как-то потерпела, видимо, от сплэша Геллионов. И сейчас будет пуш на последнюю добывающую базу Абвера. Хотя нет, здесь еще есть база. Полетел Барак. Ой, Турюк будет атаковать с Бараком. Ё-моё. Вот это да. Есть, конечно, Муты. Я не знаю, кому здесь лучше, потому что у них боевого лимита одинаково абсолютно. Абсолютно одинаково. У Зерга больше лимита на 12, но по рабочим он сейчас еще минус Квина и минус Рабы. Ой-ой-ой. Закапываются Рабочие. Минусуется Шпиль. Заказывает еще 4 Раба. Собаки набегают. Куда это? Что это за дача? Лол. Отдает всех своих псов Абвер. Но здесь, кажется, последний Барак. Его мутка фокусит. Треть ХП. Половина ХП. Торы. Торы. Чинить уже Барак нельзя. Ресурсов нет. Это последнее здание Терана. Последнее Ли. Последнее Ли нет. Последний Барак. Ё-моё. И он горит. Ай, он обречен. Он обречен. Он сгорит. О, боже. Как же печально. Какая ситуация печальная у Турюка. Посмотрите. У него последнее здание. Горит Барак. Ресурсов на починку нет. Рабочие нет. Но они... Есть, но они разводят руками. Турюк пишет. ГГ. И Аббер выигрывает 2-0. Одна хата, спрашивает он. Нет. Там хаты по всей карте. Раз, два, три. ГГ, ВП, ГЛ. Победа. Победа. Браво, браво. Хорошие игры. От Аббера, конечно. Сумасшедшие выходы. От Турюка просто... О, Барак догорающий. Это психованные какие-то матчи. Просто психованные. Ё-моё. И Аббер врывается в тройку. Завтра, именно завтра, будут матчи за первое, второе и третье место. В котором будет принимать участие три наших любимейших игрока из оставшихся на турнире, естественно. Это Хэппи, топ-1 СНГ. Аристео, топ-2 России. И Аббер, хозяин кошки. Ну, или не знаю, как его еще назвать. В общем, ребята, надеюсь, вам понравилось. Это было отличное, отличные игры нам подарили товарищи. Надеюсь, комментариями мы их не испортили. А через где-то 15 минут начнется ночная трансляция Dead Space 2 на нереальном уровне сложности. Это будет страх и ужас. Готовьтесь. Я тоже подготовлюсь сейчас. Выключаться не буду. Хотя нет, надо сделать, по крайней мере, стоп-старт. Фух! Это было круто. Это было круто. Не, я не буду есть. Спасибо. Спасибо.